Доброе утро. Всем тем, кто в субботний день нашел для себя возможность проснуться так рано и оторвать себя от семьи, присоединиться к нам. Сразу хочу сказать, это наш первый опыт. Мы придумали такой довольно интересный формат, когда надо переключаться между двумя лекторами, показывать операции. Естественно, есть какие-то накладки, поэтому прошу не судить нас строго. Если у нас будут технические накладки, мы постараемся взять чем-то другим. Харад всех видеть. Прошу Арсена Смановича пару слов сказать. Здравствуйте, коллеги. И всех с нашим профессиональным праздником. Всех, потому что те, кто к нам подключаются, это все наши коллеги, как правило. Мы представляем, что у нас аудитория хирургов и колоректальных хирургов, и может быть не только. Поэтому, друзья, всех с праздником, профессиональных успехов, всего наилучшего, здоровья и хорошего настроения. В отношении нашего формата, в целом, это уже становится достаточно распространенной практикой. Переход в онлайн-конференции. Мы тоже уже далеко не первую конференцию эту проводим, но в формате вебинара это у нас впервые. И, как показал опыт наших друзей и наших коллег, это действительно очень удобный формат для того, чтобы в тех условиях, в которых мы находимся, мы могли видеть и обсуждать какие-то хирургические вещи. Нам это всегда интересно. У нас сегодня... Михайлович, извините, Арсен Асманович, что я вас перебиваю. У нас есть поднятая рука. Поднятая рука, да. А как ее включить? Поднятая рука, это значит человек... Аркадий, здравствуйте. Спасибо, что вы рассказали. Я вижу, Аркадий подключен в видео. Аркадий, спросить что-то вы хотели? О, Аркадий, приветствую вас. Но пока только фотография видна. Видео не позволяет включать нам. Нет опции такой. Чтобы вы с вами видео включили? Ну, я с компьютера подключен, но видео, кнопки нет. Нет, Аркадий, вы поймете правильно. Смотрите. Если вы хотели прямо сейчас показывать все видео, мы, честно говоря, сегодня не готовы. Нет, нет, нет. Поскольку, нет, я что хочу сказать? Что мы не хотели, знаете, выступать такими менторами, крутыми, которые вот только мы так правильно делаем, а остальные делают неправильно или еще что-то. Мы хотели во время сегодняшнего вебинара объяснить идею. Вообще, чего мы хотим и зачем мы проводим. И мы хотим разбирать не просто вот немонтированную операцию. Я вообще для себя считаю, что демонстрация немонтированного видео – это самое неэффективное, из чего может быть, ну, что может быть для обучения. А мы хотели, во-первых… Доброе утро. Извини, не могу. Отключи звук, пожалуйста. Вопрос в том, что мы должны разбирать этапы детально, подробно, может быть, нескольких вариантов операции. Но самое главное, что мы хотели призвать… Можно звук выключи, пожалуйста, потому что я слышу разговор твой. И, извините, сбился. Хотел Арсену помочь нам на вопрос ответить. Извините, ребята. Первый опыт, поэтому сейчас будем отрабатывать. Все. Чтобы вы прислали свои видео с очень хорошими, как вам кажется, какими-то моментами, где вы нашли какой-то прием, который вы раньше не видели, или хотите показать, вот как вам получается делать, мы с удовольствием возьмем на вооружение себе. Либо на каком-то этапе у вас постоянно возникают какие-то сложности. В такой ситуации вы можете это видео прислать, вы прокомментируете, в чем сложность, а мы постараемся дать вам ответ, как из этой ситуации выйти. Но чтобы дать ответ, желательно бы увидеть нам заранее ваше видео, чтобы подготовить эти же этапы своих операций, чтобы выложить и показать, что можно сделать. Вот примерно такая идея. Я не знаю, Аркадий, вы уловили, не уловили? Да, конечно, спасибо. То есть вопрос построения диалога. Не монолог, или там не диалоги с профессором Расуловым. Мы с Арсеном Смадовичем с удовольствием болтаем и лично, и по телефону. А именно вовлечь всех в дискуссию. Хорошо. Поэтому сегодня такая как бы затравка. Ну что, с чего? У нас, кстати, к технической службе, у нас подключились? А, вот участники, я вижу, 26 человек, да? Ну, не очень много, но посмотрим. И у меня здесь есть из чата вопросы какие-то. Мы еще не начали, вопросы есть. Есть смысл, какие там вопросы? Надо отвечать. Что скажет техслужба? А где вопросы? У меня их не видно. Пока вопросов нет, это наша техническая переписка была. Хорошо, тогда, может быть, мы начнем с расстановки видео? Да, давайте. Ну, с вашего позволения, видео нашей группы. Это расстановка портов для прилапароскопической резекции седьмовинной кишки. Мы всегда входим в живот по хасану, всегда под пупком. Ну, вот это Алексей Сергеевич Петров оперирует. Он любит вот такой вот разрез, ну, такого вида. Я больше люблю обычный, типа а-ля мини-лапаротомия. Рассекается кожа, подкожно-жировая клетчатка, выходим на апоневроз. Это вроде бы какие-то элементарные вещи, но здесь есть свои нюансы. Далее двумя зажимами Микулича мы захватываем апоневроз. Аккуратно монополяром продвигаемся до брюшины, перехватываем Микуличами глубже, вытягивая все время наверх эту брюшину. Вот, наконец-то дошли до брюшины, перехватились. И попадаем в живот. На сегодняшний момент это самый безопасный вход. Можно вслепую входить, можно входить там иглой вериша, но мы как-то вот уже много лет предпочитаем доступ по хасану. Видите, мы очень хорошо под контролем глаза можем увидеть, что мы находимся в брюшной полости. И без всякого тракара уже вставляем, без всякого стилета вставляем просто тракар. И на этом этапе мы всегда кладем вот этот шов с самой дешевой ниткой, самой дешевой иглой. Это нужно для герметизации этой нити, поскольку у доступа по хасану единственный минус – его длина. То есть, конечно, он там будет на несколько миллиметров или на сантиметры больше. Ну вот, собственно, этот доступ и есть. Алексей Михайлович, я услышал, что ты сказал, что делает так, а я делаю мини-лапаратомию. В смысле, у тебя отличается методика от той, которая представлена на экране? Доступ хасана. Здесь, видите, полулунный разрез ниже, а я делаю вертикальный разрез. Не важно, какой разрез, важен доступ. Это будет доступ по хасану. Ну, я тоже покомментирую. На самом деле, самый безопасный доступ, да. Тут, как мы знаем, регулярно проводятся мета-аналитические работы в Украине по безопасности доступа в большиную полость. Так вот, игловеришь, а самое, конечно, это опасный доступ. И по возможности надо отходить от такой методики. Я тоже перешел какое-то время назад только на доступ к хасану, причем у всех пациентов. Это такие прописные истины, просто которым надо желательно привыкнуть, потому что это действительно исключает раздутие других органов за большинство пространства и травму, и там еще какие-то другие осложнения. У меня такое предложение, Алексей Михайлович, потому что сейчас у тебя следующий этап – это расстановка портов пойдет. Давайте мы сейчас протестируем как раз-таки нашу аудиторию и, соответственно, вот зададим опросник по тому, как вообще люди расставляют порты, прежде чем вы покажете, как вы это делаете в своей клинике. Вот, коллеги, уважаемые коллеги, значит, на экране у нас сейчас выставлен опросник, который состоит из четырех вопросов. Это расстановка портов. Пожалуйста, прочитайте и проголосуйте, как вы это делаете в своей клинике. Значит, я продублирую вслух. Первый вариант – три рабочих порта. Правый нижний квадран – 12-мм порт, мезогастральность справа – 5 мм, мезогастральность слева – 5 мм, то есть классическая расстановка. Второй вариант – такая же расстановка, как и в первом варианте, только дополнительно еще один порт в правом подреберье. Третий вариант – японский, можно сказать, это симметричная расстановка портов с двух сторон. И, может быть, какой-то есть другой вариант, потому что мы знаем, что существуют еще варианты расстановки портов. В своей практике, коллеги, какие варианты вы используете, пожалуйста, голосуйте, давайте свои варианты ответов. Но уже сейчас можно видеть, что большинство использует такую классическую для нас расстановку портов. Алексей Михайлович, прокомментируете, как думаете, почему так? Я думаю, что так связано с тем, что достаточно большая активность была в пропагандировании такой расстановки порта в нашей стране. Это было связано с тем, что и Жада мы много раз приглашали, и вы приглашали, показывали, смотрели, поэтому я думаю так. Но мне гораздо более интересно услышать было бы людей, которые остановят по-другому, порт там другой вариант, есть четыре порта. Вот их, ну почему, чем она удобнее? Мне это реально интересно, хотя я прекрасно понимаю, что, наверное, прямо такую дискуссию мы вряд ли сможем здесь устроить. Или у нашей технической службы есть сейчас, когда ставят слово, вот тем докторам, у которых есть другой вариант, или которые используют четыре порта? Да, это было бы очень интересно послушать. Особенно другой вариант. Но есть в том числе четыре порта. Есть возможность попросить хирурга, который проголосовал другой вариант, там поднять руку, и наша техническая служба попробует включить вас в эфир, и мы таким образом увидим вас, побеседуем с вами. Да, вот Алексей Андреев. Да, поднял руку Алексей Андреев. Это, видимо, как раз таки и обладательный вариант. Можно подключить нас каким-то образом? Да, добрый день. Слышишь на меня? Да, да, да. Добрый день. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Снова давно уже не виделись. Ну, другой вариант у нас как-то сложился так многолетне исторически, то есть мы так начали работать, нам так понравилось. Значит, мы ставим оптический тракар на уровне Пупа несколько правее. То есть в околопопочной области, как бы чуть более, ну, на мой взгляд, больше пространства для визуализации брыжейки, и, соответственно, так сказать, больше пространства для работы. Порт ставится 12-мм в правой подвздошной области рабочей, в мезогастральной области, то есть получается такой у нас угол атаки за счет смещения оптического тракара. Ну, и зачастую, как правило, мы ставим 5-мм порт в левой мезогастральной области для ассистента, для того, чтобы удерживать тишку, соответственно. Ну, это же, по сути, такая же расстановка портов, только оптический порт. Только с смещением, да. А оптическим, да? Да. И вы такой подход нашли, ну, эмпирическим путем, да? То есть вам просто удобнее, или вы где-то его подсмотрели? Вот, честно говоря, я не вспомнил уже много лет, наверное. Может быть, где-то увидели, а может быть, просто попробовали сместить оптический порт. И вам это понравилось? Ну, в принципе, логично, да? Чем дальше оптика от медзоны работы, тем лучше. Другой технический момент, просто когда смещаешь оптический порт, тебе нужно смещать эти два порта тоже, чтобы не было конфликта инструментов. Если у пациента большой живот, то тогда, наверное, есть возможность для манипуляции. А если это такой субтильный маленький пациент, то там, наверное, это сложнее. Ну, вот скажем так, да, для резекции сигмовидной кишки, для передней резекции, ну, мне такой подход показался удобнее, потому что как раз получается триангуляция. Камера стоит чуть сзади, и два рабочих порта стоят относительно симметрично. Смотрят в таз немножко, скажем так. Алексей, скажите, а вот если вы при выполнении тотальной мезоректомии ставите порт так же, у вас не возникает вопрос с визуализацией левой полукружности кишки? Порт у вас смещен вправо, и как бы надо будет, соответственно, перекидывать. Удобнее работать на сосудах, на нижнем положении? Да, вот когда речь идет о передней резекции, о низкой передней резекции, удобнее тогда ближе к куклу ставить. Но за счет угловой камеры, скажем так, выходим из этого положения. Я логику понял, да. Ну, в принципе, наверное, в этом есть что-то. Ну, наверное, да. Попробуем это поставить, посмотреть, как получится. Почему нет? Коллеги, а вот там были другие еще... А вопрос у меня, Алексей, а вы где трудитесь? Я тружусь в Новосибирске, в клинике ФМБА. А, да-да-да. Ясно. Спасибо, спасибо, очень интересно. Есть у кого-то еще комментарии по другим расположениям? Может быть, кто-то еще поднимет руку, свой вариант какой-то прокомментирует плюсы-минусы. Алексей Михайлович, Александр Сманович, у нас есть вопрос с сайта от Ивана Люды. Да. Давайте поведем в эфир вопрос. Так, у нас есть... Так, мы отправили в час, давайте я прочитаю. Всем добрый день. Непосредственно через пупок порт для лапроскопа не делайте. По скриптам по Хасана тоже делаем. Единственное, перед тем, как завести порт, сначала делаем тот самый шов, самым дешевым капроном. Так проще, мне кажется, но это дело привычки. Ну, согласен. Согласен, так удобно. И с косметической точки зрения, в самом деле, через пупок было бы нормально. Проблема только в том, что эти пупки такие разные. Иногда пупок расположен низко, иногда пупок расположен выше. С точки зрения косметики я абсолютно соглашусь. Наверное, да, через пупок удобно. И в некоторых ситуациях мы через пупок заходим. Особенно, если есть пупочная грыжа, да? Да, особенно, если есть пупочная грыжа, да-да-да. Это, конечно, удобно. Ну, у нас вот два человека ставят четыре рабочих порта. Вот если можно как-то с этими людьми задать вопрос, кто ставит четыре рабочих порта, причина все-таки почему? Ассистент работает двумя портами с левой стороны? Как вообще распределяются роли в команде хирургической? И почему ставятся два порта слева, а не один? Вот у нас два человека. Если, коллеги, если вы нас слышите, поднимите руку, пожалуйста, или как-то, может быть, в письменном ответе можно пояснить. Ну, проще, наверное, если возможно, соединиться. Нет? А кто-то у нас руку поднял, по-моему. Доброе утро, коллеги, доброе утро, профессора. Доброе утро. Спасибо за предоставленную возможность пообщаться с вами вживую. Вы для нас действительно бесценные примеры делитесь своим опытом. За это вам большое спасибо. Я не так давно был в марте в клинике Алексея Михайловича и видел, как работает его команда. Это достойно, конечно, уважения. И много чего я перенял после марта. Мы в жестком режиме запретил всем своим коллегам входить иглой вериша или вслепую. Мы теперь входим только по Хассану. Это принято директивно, о чем я не жалею. Чуть больше времени тратим на это, но в целом безопасность пациента дороже любого времени. Значит, в отношении четырех портов, скажу честно, скорее всего, просто недостаток опыта. И лишний тракар иногда кажется такой палочкой-выручалочкой, когда можно особенно у тучных пациентов подтянуть, поддержать. То есть это... ...живота, подочные кишки с целью обнаружения опухоли для того, чтобы понимать... Алло. Да-да-да. Да. Да, мы вас слышим. Не слышу. Слышно ли меня или нет? Да, вас слышно. Слышно вас, Руслан. Да-да-да. Вот поэтому я считаю, что четвертый порт это исключительно пока недостаток опыта, поскольку в нашем отделении мы делаем операции на толстый кишке порядка 30 лет в год. Они практически в одних руках. Ну, то есть моих. И я считаю, что это пока недостаточное количество, чтобы, ну, перенять, допустим, ваш опыт, когда вы работаете активно тремя портами. Мне кажется, вот я пока не на том уровне счет. Здесь, мне кажется, вопрос не в уровне, а вопрос в том, что в самом деле иногда бывает так, что по первости неудобно. И, ну, даже не знаю, как правильно сформулировать. Мне кажется, ну, понятно, что опыт приходит... Вот это известное изречение, что хорошие результаты приходят с опытом, а опыт приходит с плохими результатами. Это же, ну, вещь, вещь наработки. И мне кажется, что, во всяком случае, как я это проходил, что мне некоторые операции, лапароскопические, открытые, неважно, что-то было неудобно, но постепенно заставляя себя вот это принять, ты приходишь к тому, что потом ты от этого отказаться не можешь. Вот у меня есть проблемы с проблемами обучения. Четыре порта тоже пришли же не сразу. Я их привез из Сеула, когда был на стажировке там. И вот они работают там четырьмя портами. Мне так казалось, что это удобно. И вот мы это тоже приняли, и так работаем. На самом деле это удобно. Вообще вся Азия так работает, большинство стран азиатских. Но здесь требуются хорошие навыки ассистента. То есть ассистент, с точки зрения, предположим, технического исполнения, вы делаете операцию, ассистент подвесил кишко. Если больной нежирный, конечно, без выраженного висцерального ожирения, удобный, вы делаете операцию, вы, в принципе, 80-90% операций выполняете сами, манипуляции. Ассистент натягивает кишко. Когда расстановка через два порта идет, большая нагрузка на ассистента. С одной стороны, это хорошо, он быстрее осваивает эти мануальные навыки. С другой стороны, возникает некая такая зависимость хирурга от ассистента, потому что пока один порт, пока второй, так сказать, зажим, подвесить, расставить и так далее. Но если говорить на перспективу, то мне кажется, четыре порта вообще это в целом хорошая идея для того, чтобы развивать мануальные навыки. И если ее экстраполировать, особенно на пациентов, неудобно, то она нивелирует как раз-таки вот эти проблемы для неудобных пациентов. Но, опять-таки, вопрос привычки. Мы тоже делаем три порта в основном, и как-то привыкли так. Только на сложных больных берем четыре. Иногда дополнительный спорт бывает. Может быть, чтобы не задерживать, перейдем дальше к демонстрации, да? Да, 76% у нас используют такую классическую расстановку трехпортовую. Алексей Михайлович, тогда сейчас ваше видео, как делать ваши клиники. Да, тогда я продолжу эту демонстрацию, насчет визуализации. На стрелку не обращайте, пожалуйста, внимания. Мы намечаем всегда места для формирования стом до операции, положение больного стоя, лежа, чтобы правильно это сделать. Вы видите правая реберная дуга. Тут Арсен Асманович шутил до начала, всегда ли мы так рисуем. Я ему сказал, что, конечно, в зависимости от настроения, еще разные цвета используем. Конечно, в реальной жизни нет. Мы не занимаемся этим. Но места для выведения стом мы всегда. И если вдруг по какой-то причине какой-то доктор не сделал, такое бывает крайне редко, но бывает, это всегда повод для того, чтобы я там немножко побузил и сказал, что это ошибка. Поскольку часто бывает так, что когда мы выводим стому на столе уже, мы не учитываем, особенно у пациентов, что она может быть неудобной. Вот расстановка портов примерно такая же, точка антибанкбурнея или на несколько сантиметров выше передней правой ости. Здесь можно немножко смягчать. Там при таймоне немножко другая расстановка будет. И порт 5-миллиметровый для руки хирурга всегда ставлю не по этой линии, а чуть-чуть медиальный, для того, чтобы у нас был хоть небольшой разворот. И на уровне пупка слева ставим 5-миллиметровый порт для ассистента. Вот, собственно говоря, наша стандартная классическая расстановка портов для резекции сигмовидной кишки. Алексей Миронович, у меня такой вопрос. Вот все-таки вот этот 5-миллиметровый 5-миллиметровый мезогастральный порт справа, вы говорите, вы его смещаете медиально. А это все-таки, вы это делаете, когда делаете ТМЭ, или для резекции сигмовидной кишки то же самое у вас? Этот порт, он медиальный в сравнении с 12-миллиметровым. Я согласен с вопросом, как бы абсолютно его понимаю. Я все равно смещаю его влево, поскольку на этапе пересечения брыжейки прямой кишки, там на уровне низокреста, удобнее, когда этот порт стоит медиальный, когда мы не параллелим, когда хирург не параллелит свои инструменты. Потому что, когда мы работаем на сосудах, на нижних брыжей сосудов, вот это смещение медиальное, оно по большому счету не очень принципиально, а вот когда мы смещаем все в сторону таза, вот этот небольшой разворот на 2 сантиметра, мне кажется, он упрощает работу. Ребята, у меня огромная вопрос к коллегам. Если у вас есть какой-то вопрос, пожалуйста, в любой момент нажимайте руку, просите слово, задавайте вопрос. Мы готовы остановиться и подробно об этом поговорить. Сегодняшний вебинар, он не очень показательный, поскольку мы показываем с Арсеном Смачем, чего бы мы хотели получить от этих вебинаров с точки зрения образования. Поскольку, когда мы начинали учиться, в те времена не было вот таких вебинаров на русском языке, не было в достаточном количестве видео, и мы вынуждены были наше немонтированное видео отправлять, заливая его на файлообменнике нашим английским друзьям, Данилу Мисковичу, которому я безмерно благодарен. В ответ мы получали письменный разбор, поминутный, где на какой минуте, секунде мы совершили ошибку, и мы просматривали видео, читая письмо. Но это оказалось очень эффективным, как нам показалось. Но если нам удастся делать это в эфире, когда вы даете свое видео, показываете, говорите нам об ошибке, а мы ее комментируем, или наоборот, когда мы показываем видео, вы поднимаете руку и говорите, стоп-стоп, вот здесь вот вы сделали неправильно, мы приходим к тому самому обсуждению технических деталей, которые, на мой взгляд, они могут быть чрезвычайно эффективны для того, чтобы понять, а где, на каком этапе мы ошиблись. Я не знаю, мне кажется, что вы уловите идею. У нас есть вопрос на сайте. К сожалению, участник Ивана Кулиды нет возможности задавать в Зуме. Я тогда прочитаю. Да, да. Юль, как раз. Это комментарий к предыдущей нашей теме. Раньше ставили два порта справа, в правой подвздошном и правом мегастрии. И в один в левом мегастрии сейчас немного сменили. Один в правой подвздошной области, один в правом мегастрии. Мегастрии. Да, и третий для ассистента по средней линии в обегастрии. Этого обычно хватает. В новых сложных случаях большой БМА, слишком много подвижной кишки. Ставим еще четвертый в левом подвздошной области. Особенно актуально на ТМИ. Да, спасибо за вот этот, конечно, такой комментарий. Значит, Иван Кулида. Ну, должен сказать, что эта позиция портов, она немножко похожа на третью версию в нашем ответе, когда идет расстановка классической трех портов, но четвертый порт ставится в правом подриберии. Единственное, что вот этот порт вы ставите не в правом подриберии, а в мегастрии. И я так понимаю, что держит через этот порт инструмент именно камерамэн, который стоит слева от хирурга. Но вот отличие только в том, чтобы его сместили к середине. Наверное, это удобно. Конечно, жаль, что вы не можете участвовать аудиально с нами. Но вот, наверное, это удобно. Я так понимаю, что камерамэн, который показывает, он же и через этот порт держит кишку. Это, наверное, удобно, особенно в тех ситуациях, когда два хирурга работают, а команда не из трех человек, а из двух. Я хочу сказать, что мы делаем то же самое. Я согласен с этим комментарием. Единственное, я согласен. Вот такой, видите, такой интересный. Я согласен с Арсеном и с Иваном. Мы ставим этот четвертый порт, но ставим, да, в подриберии. Может быть, чуть ближе к серединной линии, но в любом случае справа от серповидной связки печени. Когда, да, у тучных пациентов, когда длинная сигма, или когда бывает такая ситуация, что тонкую кишку адекватно не отвести, чтобы этим можно было использовать инструмент для помощи при работе на сосудах. Почему ставим справа? Чтобы, если у нас возникает необходимость в мобилизации серединочного изгиба, чтобы этот же порт могли использовать и с этой целью. Если вы поставите его в левом подриберии, то отводить длинную сигму вы сможете, а вот мобилизацию серединочного изгиба делать не сможете. Нужно будет еще один порт. Поэтому, если можно выразить и согласие, и комментарии, попробуйте ставить его в правом подриберии, ближе к серединной линии, на уровне злого пузыря, грубо говоря. И тогда у вас получится и отводить кишку сигмовидную, и отводить тонкую кишку. И если вам придется переходить на мобилизацию серединочного изгиба, у вас уже готовый порт есть. Я пока пойду дальше видео, но прерывайте, останавливайте. Наша задача – дискуссия. Наша задача – не красоваться, не показывать, а выйти на дискуссию. Мы всегда используем вот эту местную анестезию. Я как-то спросил вам, Жада, а как она работает? Мы делаем местную анестезию, операция идет три часа, а сколько он действует? На что он мне ответил, что я не знаю, как это работает, но это работает. То есть, впечатление боли. Но я хочу сказать, что второе, важная вещь при выведении анестетика – вы, продвигая иглу, особенно если вы работаете в соне нижних гипогастрикой инферии, вы можете направление иглы увидеть, как вы идете, и как вам может тракар дальше направить, чтобы сосуды проскочить. То есть, это и направление тракара, и обезболивание. И вот это нанотехнологичная вещь, дешево, но сердито. Как я всегда говорю, что жаль, что я не работаю с Колково, потому что я бы обязательно запатентовал эту нитку, и это было бы самым большим достижением с Колково на сегодняшний момент. Мы привязываем вот таким образом порт. Для чего? Для того, чтобы в случае, когда камерамену нужно максимально далеко отойти от поля, он не вытащил вместе с лапароскопом. Вот, собственно говоря, классическое расположение. И что касается расположения на операционном столе, вы видите, что мы используем сапожки, у нас давно уже нет подставок гинекологических. Когда мы проворачиваем в Тренделембург, вы видите, кишка сама под гравитацией отодвигается. Обратите внимание, что бедра находятся параллельно животу. Если вы положите, как на гинекологию, любят ставить, и бедра будут согнуты, то правая рука хирурга будет вот этого упираться, и это будет не очень удобно. Ну вот это... Вопрос. Вопрос. Вы вообще ноги на подставке не расставляете? То есть у вас вот эти подножки для ног, вы просто их раздвигаете? Мы их раздвигаем и сдвигаем таким образом, чтобы бедра были параллельны телу. У этого пациента, да, было удобно, вы видели, что они как бы ровно лежат. Это не ровно, это сапожки. И мы этими сапожками либо сгибаем в коленном суставе ногу, либо не сгибаем. В каждом конкретном случае наша задача получить, во-первых, функционально выгодное положение пациента на столе, и второе, вот это параллельное расположение бедра. Но сапожки самые удобные, конечно. Нет, это самое удобное, и самое главное. Многие говорят, что их нет. Они ведь стоят-то недорого. Для больницы цена там в 300 тысяч рублей в настоящее время это не та цена. И сейчас у нас и гинекологи, и урологи, и мы настоящие хирурги. Мы без сапожков уже никуда не ходим. Мы забыли, что такое там что тут ушек не глазит. Что такое тромбомболии? Поскольку расположение ног на гинекологических подставках это же прямой путь к тромбомболии. Там голень пережатая. А если туда еще поставить перемежающую компрессию голени, понятно, что дорого. Плюс обогрев. Мы очень многие проблемы решили. И второе то, что, к сожалению, ребята молодые, которых я попросил сделать это видео, не показали. Они не сняли это без операционного белья. Руки никогда мы не кладем на вертолет. Руки всегда вдоль тела. И мы не используем никакие подставки, никакие вот эти вот упоры. Мы используем матрасы позиционирования. Когда вы кладете на матрас по типу противополежнего, пациент с силой тяжести своей продавливает матрас, дальше он подключается к электроотсосу, и матрас приобретает все эти пуклости и выпуклости, как бы фиксируется матрасом, и дальше фиксируется сколько хочешь, пациент никуда не двигается. Соответственно, проблема флексика. Но тут еще и использование вот этих соответственно ног пневматических, они же тоже в какой-то мере фиксируют непосредственно ноги и не дают пациенту влазать туда вниз головой. Это, конечно, да. Ну, по сути дела, это вот оптимальные такие моменты для пациента. К сожалению, не вези. И вынуждены подправить валики, и вынуждены использовать обычные подножки. Я подключаю, что вот этот матрас, по-моему, на сегодняшний день стоит около 40 тысяч рублей. Подножки там 300 тысяч рублей. То есть для любой больницы, даже небогатой клиники, это небольшие деньги. Мы упираемся в том, чтобы у нас был гармоний, чтобы у нас была хорошая видеокамера. Мы не обращаем внимания на вот эти мелочи, а это не мелочи, это очень важная вещь. Когда компания Джонсон Джонсон нас с Алексеем Петровым пригласила в Кению на мастер-класс, для нас большая гордость была, и мы пришли в операционную, нас уверили, что там все есть. И когда мы пришли в операционную, начали укладывать пациента, оказалось, что у них нет ни упоров, ни сапожков, вообще ничего. Я спросил, а как вы, ну, надо как-то зафиксировать больного. Они взяли скотч, знаешь, такой бумажный скотч, и скотчем примотали больного к столу. Стоит. Ну, это дешево. Ну, и, как бы, конечно, это выглядело так. В общем, купите сапожки, это будет лучше. Да. Коллеги, двигаемся дальше. Ну, у нас, я вот предлагаю сейчас на этом этапе задать еще один вопрос для аудитории. Прежде чем мы начнем показывать, как делается начало, как выполняется вообще старт операции, какая идет мобилизация, коллеги, ответьте нам, пожалуйста, и я прошу Василия вывести на экран, соответственно, второй опросник. Это по видам энергии, которые используете в своей практике. Значит, у нас такие варианты. Это ультразвуковой диссектор, это продвинутый биполяр, это монополярный крючок. Значит, комбинация ультразвукового диссектора и монополярного крючка, обращаю ваше внимание, коллеги, это и такой тоже вариант. Продвинутый биполяр и монополярный крючок, и, может быть, у Вас есть какой-то другой вариант, который Вам кажется действительно самым удобным. Вы голосуете, мы смотрим, подсчитываем и анализируем. У нас пока есть еще вопросы к предыдущему пункту. У нас первый вопрос, какая фиксация пациента к столу, и второй вопрос, подкладываете ли валик под левую половину пациента для большей ротации пациента направо? Да, Юль, но Алексей Михайлович, что как раз на эту тему достаточно подробно и пространно, как говорится, порассуждал, мне кажется, я так вполне ответил на эти вопросы. Если нет, если есть что-то еще добавить, то... Мне кажется, что я как раз таки об этом говорил, и вот я прошу коллегу, который задавал вопрос, вы в чат отправьте, что удовлетворены или нет. Если нет, я постараюсь еще раз еще рассказать. Юля, нам словесно, аудиально объяснять именно проще, чем писать ответ туда в чат, поэтому мы будем читать вопросы и отвечать как бы вот таким вот образом, но, наверное, важна, да, обратная связь, что если есть дополнительные вопросы, коллеги, пожалуйста, пишите. Да, ответом удовлетворены и ответили. Прекрасно. Так, опрос у нас завершен, или он еще пока в процессе? Ну, вот уже сейчас видно, вот у нас 53% проголосовали, половина аудитории, что, по сути, здесь только выбор между двумя опциями. Это ультразвуковой диссектор и диссектор монополярный крючок. Ну что ж, прекрасно, но... Арсен Смолча, вы? Мы же не могли с вами голосовать, у нас же этот пункт отобрали организаторы. Да, мы не можем, но зато мы можем сказать на словах, как это. Ультразвуковой диссектор и монополярный крючок, вот, конечно, такая популярная самая опция, и для меня она является, наверное, наиболее используемой. Ну, должен сказать, что я в последнее время использую ультразвуковой диссектор от начала до конца операции, и даже крючок не дировал. Мне какое-то время казалось, что крючков альтернативы нет в малом тазу. Вот, и, соответственно, у нас даже были некоторые дискуссии с коллегами, с представителями фирмы, о том, что, почему бы не использовать ультразвуковой диссектор в малом тазу. Когда мы говорили о том, что в малом тазу очень хорошие эмбриональные слои, и прекрасно можно работать в слоях крючком, вот, и безопасно, это представлялось мне самому тоже достаточно удобно. Но, не знаю, может быть, с практикой или с опытом или еще с чем-то. Я пришел к тому, что я использую альтернативы диссектор от начала до конца в течение всей операции, и мне даже иногда просто лень брать крючок и использовать его в тазу для того, чтобы произвести полную мобилизацию. Ну, как-то так. Хотя, считаю, что крючок очень удобен для мобилизации в тазу, и в целом, если человек работает в слоях, это действительно очень удобная и очень безопасная вещь, которая обеспечивает ровное продвижение. Но с точки зрения все-таки потенциально возможных каких-то осложнений, травм с сосудом и еще что-то, все-таки звук будет побезопасен и представляется таким универсальным инструментом. Позволяет работать и на сосудах, и в слоях, есть просто свои особенности работать этим инструментом. И мне кажется, об этом тоже надо говорить, как его использовать, в каких ситуациях, на каких режимах, с какими усилиями тракции, контртракции и так далее, и так далее. Потому что инструмент действительно универсальный. Алексей Михайлович, вы как прокомментируете? Ну, я хочу сказать, что первое, насчет продвижения поляров. Я всегда все говорю, и, наверное, ответы не всегда нравятся спонсорам представителей различных фильмов. Я считаю, что в настоящее время современные вот эти продвинутые биполяры не настолько хороши, что сравнивая их, сравнивая BMW и Mercedes машина, они великолепны. но несмотря на... Ребята, вы же все прекрасно понимаете, что есть спонсор Джонсон, да? И я сейчас не хочу потратить и сказать какую-то неправду. Я считаю, что эталонным инструментом для десекции является мой любимый инструмент. Я то же самое говорю и в других конституциях, потому что он очень удобен. У него кривизна удобная, эргономичная ручка. Единственное, что хочу сказать, что в последнее время я предпочитаю инструменты длинные, поскольку не всегда удобно коротким инструментом мобилизовываться при выполнении тотальной мазератомии. Слишком большой размах и у больших мальчиков или там девочек, пациентов не достаешь, не хватает длинных инструментов. Но это является эталонным инструментом. Поэтому можно ли заменить его каким-то другим? Можно. Можно. На мой взгляд, гораздо важнее не то, каким инструментом ты работаешь, а как ты работаешь, в каких слоях что-то выделяешь. Если правильно все делать, то работать. А что касается крючка, несмотря на то, что это самый дешевый, самый неудобный, самый потенциально опасный инструмент, но я пока от него не откажу, поскольку вижу в нем большие преимущества. Он не склеивает ткани, он позволяет работать очень претензионно, правда, в последнее время я работаю не крючком, а лопаткой, которая позволяет делать издвигающие движения. Я использую оба. Монополяр в виде лопатки и подавляющие большинства слухи, 80% операций это гармоника. У нас есть два комментария на сайте. Да, я хочу сказать, что мне очень нравится этот новый гармоник HD, у него более тонкая, длинная бранша, и вот при операциях, особенно на желудке, на поджелудочной железе, ну вот, к сожалению, наше начальство пока их не покупает, но мне очень нравится. для диссекции, конечно, крайне удобно. Так, ну, как мы поступим? Тогда отвечаем на вопросы и потом дальше идем. Давайте, когда не включаем видео, давайте ответим на вопросы. Да, от Ивана Кулиды также первый комментарий, что мы приноровились гинекологические подставки устанавливать так, чтобы бедро было разогнуто. И второй комментарий, лапароскопическая онкоколапрактология, конкретно, я использую крючок и ультразвуковый скальпель гармоника, особенно на этапе ТМИ пересечения брюжейки толстой тонкой кишки. Ага, крючок и ультразвуковый гармоник на этапе ТМН. Ну, в принципе, да, наиболее распространенный вариант ответа, и, в принципе, Алексей Михайлович очень хорошо пояснил, почему это так. У нас вся аудитория использует ультразвук, в данном конкретном случае речь идет именно о гармонике. Вот, и половина использует крючок, а половина использует только ультразвук. В принципе, неудивительно, пояснили уже было, наверное, потому что у нас как бы становление лапароскопической экологопрактологии в большей степени связано с самжатым паравоизм, который использовал эти инструменты в своей практике. Мы цепировали для себя, и, в принципе, считаем это очень удобно. Очень удобно. И, в принципе, как бы получилось, что тиражирование происходит именно вот этого похода, на наш взгляд, очень удобного, оптимального и безопасного. Даже тогда, когда мы еще не увлекались расширенными диссекциями, конечно, эти инструменты ультразвуком всегда был очень удобным, но даже при выполнении расширенных лимфодиссекций инструмент очень безопасен, но надо правильно его использовать. Еще раз, это очень важно. Очень важно. Так, мы ответили на вопросы, да? Ну, тут вопрос еще от комментариев по поводу, да, скотча Джонсон-Джонсон, то можно приноровиться гинекологической подставкой так, чтобы бедро было разобутано. прекрасно. Я говорю, приноровиться можно к чему угодно. Можно даже взять бинт и подвесить ногу. Я говорю о том, что мы все можем приноровиться к чему угодно. И я вот считаю, что самой большой проблемой нашей хирургии и нашей медицины, что мы приноравливаемся. Не берем технологию и ее используем, а мы приноравливаемся. Мы приноравливаемся на Жигулях проезжать через оболоченную местность вместо того, чтобы взять джип там или трактор. Мы приноравливаемся. Понимаете, о чем я говорю? Вот есть, вы можете приноровиться и поставить гинекологические упоры таким образом, чтобы бедро было параллельно. Конечно, можете, но вы ничего не сделаете с компрессией вен подхожных. А компрессия вен подхожных это тромбо-болей. Ну, ну, такова жизнь. Поэтому, если есть возможность, вот я настоятельно рекомендую, вот эти поставки производят не Джонсон и Джонсон. Здесь никакого нет продакт-плейс-конта. Сейчас много компаний производят. Это недорого. И если вы возьмете настолько удобно, кроме того, что нет компрессии и удобное бедро, вы сами во время операции не размываетесь, сможете ноги эти развести так, как вам нужно. Сделали вам абдоминальный этап операции, вам нужно уйти на промежность, вы руками взяли и хоть за уши колен и колени эти забросите. И, пожалуйста, получите открытый доступ к промежности. Поверьте, вот если вы на них попробуете работать, вы потом на эти гинекологические подставки будете с преимуществом смотреть даже гинекологическим смотровой. Ну, я не знаю, Арсен, согласен или не согласен. Ну, вообще, абсолютно согласен, вот как если бы ты сейчас говорил, что вот вы ездите, ну, в принципе, твой первый пример, вы ездите там на Жигулях, да, на Жигулях, ну, и вот, ребята, я вам говорю, купите джип, ну, реально классная вещь, ну, намного лучше, удобнее, комфортнее, болото преодолеете, абсолютно точно, вот даже вопросов нет. Один раз на BMW седании прокатитесь и вы никогда не будете рендровером пользоваться, никогда. Ваши, может быть, давайте приступим к видео самой операции. Давайте, но у меня такой вопрос, Алексей Михайлович, вот сейчас мы можем запустить опросник по поводу вида мобилизации, медиалатеральной, латеромедиальной, а потом включить видео. Может быть, так правильнее будет. Василий, включите, пожалуйста, нам опросник. И коллеги, уважаемые, пожалуйста, посмотрите, здесь речь идет о доступе медиалатеральным, латеромедиальным. В принципе, все достаточно просто. Чаще всего, как правило, эти два доступа. Бывают какие-то другие варианты? Наверное, мы оставили эту опцию на тот случай, что если кто-то использует... Мне вот очень интересно, я хочу попросить сейчас докторов, которые используют латеромедиальный доступ. Это один человек. Неважно, попросите вот этого одного доктора, потому что, как правило, латеромедиальный доступ к мобилизации используют те, кто из открытой хирургии приходит. Потому что чаще так, исторически, был латеромедиальный доступ. А вот мне хотелось бы спросить, это дань традиции или это в самом деле вы находите в этом какой-то интерес, какие-то преимущества, и это не попытка задеть, а мне реально интересно. А вдруг, в самом деле, ну, ошибаемся и, может быть, можно использовать. Вот могу попросить доктора, нашего коллеги, который латеромедиальную мобилизацию использует, в эфир выйти? Да, было бы интересно подискутировать на эту тему. Есть у нас такая область? Мы вас все равно будем считать коммунистом, поэтому вы не волнуйтесь. Нет так нет. Если хотите дать комментарий, мы с удовольствием послушаем. Ну, вот пока идет возможность подключения, вот должен сказать, что, ну, во-первых, металлитеральное, это просто удобно. Это просто удобно. Зашел, посмотрел, отработал. Во-вторых, по литературным данным и по собственным нашим опыту можно сказать, что это безопасно. Это достаточно быстро. Меньше повреждений мочеточника и других забрюшенных структур. Что касается лапароскопической хирургии, то медиалатеральная мобилизация, но она в приоритете. Поэтому обратный доступ, если он используется рутинно, а не в тех ситуациях, когда вы по каким-то причинам не можете медиалатерально найти слой, может быть, сложный пациент, спаечный процесс, вам не удается его найти, не удается растянуть кишку, и вы лапаро-медиально мобилизуете, ну, наверное, в такой ситуации это, да, действительно, может быть, удобно. Но если это делается рутинно для всех пациентов, вот это действительно очень хотелось бы услышать объяснение и комментарии именно по поводу такого подхода. Потому что мы считаем, что все-таки лучше медиалатеральная мобилизация. В открытой хирургии мы традиционно лапаро-медиальную мобилизацию использовали, но она была классикой. А когда вот начали работать лапароскопически, перешли на медиалатеральный, оказалось так, что сейчас, даже если вдруг мы оперируем открыто, мы все равно используем медиалатеральный доступ. Это касается особенно, это и ПДРов каких-то, ну, когда комбинация, например, рак поперечной ободочкой кишки с инвазией в головку железы, когда нужно выходить на эти сосуды. Ну, в общем, мы нашли массу преимуществ именно такого подхода. И вообще, хочу сказать, что лапароскопическая хирургия, она в какой-то мере улучшила качество открытой хирургии, поскольку мы увидели совершенно новые взгляды на те структуры, на которые мы привыкли смотреть с другой стороны. И это, например, как девушка, когда идешь, такая вот симпатичная, гоняешь, как бы, упс, а тут как бы наоборот. Вот все. Но с точки зрения онкохирургии, выход на сосуды сразу, он, конечно, безусловно, как раз... Нет, я имею в виду с другой стороны. На сосуды можно выйти и здесь, и здесь, а вот медиалатеральный доступ, он позволяет по-другому взглянуть на проблему, которую, казалось бы, для тебя уже выглядело, как я здесь все знаю, а вдруг раз не все знаешь, совсем другие можно видеть. Но как раз-таки медиалатеральный доступ позволяет сразу выйти на сосуды, без лишней тракции, мобилизации. У нас вышел коллега наш? Или он не проявил? Коллега пока не вышел, но у нас есть вопрос с сайта от Ивана Кулиды, что... Сейчас, секундочку, что обычно у нас на лапароскопии используется перемежающая компрессия, а пневмоподножки это, конечно, лучший вариант, бесспорно будем просить включить закупку. И еще один комментарий, сейчас, секундочку, также от Ивана. Лапароскопически медиалатерально логичнее, безопаснее и удобнее, открыто и так, и так, в зависимости от ситуации в животе, но даже открыто стараемся делать медиалатерально. Я именно поэтому и просил нашего коллеги, который работает латеромедиально, может быть, есть какие-то обоснования и какая-то логика в этом подходе, поэтому сразу отвергать его не надо, может быть, мы чего-то не знаем. Вот я почему-то хотел, чтобы была активная дискуссия, потому что, как я всегда всем говорю, когда к нам приезжают на мастер-класс, что вы можете стоять три часа смотреть то, что вы уже видели, знаете, и вам это даже может быть немножко скучно. А потом вдруг мелькнет какой-то прием, который, ну, на полторы минуты, и вы этот прием возьмете. Так вот, вы потратили три часа, чтобы взять вот эти полторы минуты. Я всегда всем говорю, что у каждого хирурга его техника хирургическая, она представляет собой своеобразное лоскутное одеяло, где основной лоскут, основной кусок, основной цвет, это то, что вам дали ваши учителя, где вы были на кафедре или ваш бывший заведующий или еще что-то. А в дальнейшем, когда вы начинаете работать сами, какие-то приемы вы придумываете, просто у вас получилось и вы его продолжаете использовать. Что-то вы подсмотрели где-то на вебинаре, что-то вы подсмотрели в операционной, что-то вам приснилось. И вот таким образом, добавляя вот эти кусочки нового к своей технике, то есть пришивая к этому большому лоскуту маленькие лоскуты другого цвета, мы получаем вот эти вот совершенно оригинальные лоскутные одеяла, когда все мы вроде бы делаем одни и те же операции, но у каждого свои какие-то маленькие приемчики. Вот чем, на мой взгляд, чем разноцветнее это одеяло, тем опытнее хирург. Поэтому я готов в своем отделе пришивать все, что угодно. У нас есть вопрос от Богданова Александра, он руку поднял. Сейчас, одну секундочку, по поводу вот этого комментария. Вот все-таки медиалатеральный, латромедиальный в открытой хирургии. Я считаю, что в открытой, именно при изъекте сигмовидной кишки, в открытой хирургии удобнее латромедиальный доступ. Просто коллега написал здесь, что даже в открытой стараемся делать медиалатерально. Какое преимущество медиалатерального доступа в открытой хирургии рака сигмовидной кишки? Это технически непросто. Одно дело, когда мы делаем это эндоскопически, мы заходим камерой, заходим инструментом с контрлатеральной стороны и прекрасно визуализируем, когда вы делаете открыто, медиалатеральная мобилизация при раке сигмовидной кишки, на мой взгляд, неудобна. А на мой взгляд, удобно. И что теперь? А будучи в открытой хирургии до того, как вы стали лапароскопически оперировать? Латромедиальный. Латромедиальный. А сейчас медиалатеральная? В подавляющих большинствах случаев да. Ну вот все-таки. Почему? Вот обосновать не могу, не знаю, но нравится. Удобно. Хорошо. Мне кажется, наоборот, латромедиальный. Я пробовал медиалатеральная открыта, неудобно. Латромедиальный гораздо быстрее. Именно в открытой хирургии. Я скажу наоборот и поедем дальше. Мы не можем во всем согласны быть. У нас есть вопрос дальше. Алина? Так, а участник? По-моему, да, все, уже, по-моему, нет вопроса. Хорошо, тогда Арсен Александрович, может быть, вы запустите видео? Потому что у нас была дискуссия, пока Арсен там запускает вид, что что мы делаем? Укладываемся во время трансляции, ну, любой ценой там, завершая полностью обзор операции, либо больше дискутируем, если мы там не дошли до конца операции, мы обсудили детально все, вот как лучше подступить? И может быть, пока вы Арсен не включили, я обращусь к аудитории и Василия, если можно, вот если вы успеете сейчас подготовить этот вопрос, вот, как бы вы хотели, чтобы мы максимально подробно разбирали каждый этап, включая в дискуссию наших коллег, и шли по разумным таймингом, соблюдая, и пусть даже мы до конца операции не дойдем, но разберем мельчайшие детали, либо второй вариант, мы следим тщательно за таймингом, чтобы мы успели уложиться в наше время, пройдя операцию всю, не знаю, до дискуссии, ставить дренаж, не ставить дренаж и как кожа зашивает. Василий, возможно выставить обсуждение это? Упор делаем на дискуссии или упор делаем на то, чтобы завершить все? Мы с Арсеном Смановичем долго голосовали, но у нас так и получалось один-один, он за себя, я за себя. Пока это будет готовиться, я предлагаю обсудить следующий момент. Сейчас мы будем говорить о выходе на сосуды, и у нас есть в связи с этим тоже вопрос, который может быть дискутабельным. Значит, мы его запускаем в голосование сразу или после того, как показываем, как мы это делаем? У нас два вопроса. Первый вопрос. Уважаемые коллеги, когда вы оперируете, вы осуществляете первичный доступ под нижнебрыжечную артерию или под нижнебрыжечную вену. И, соответственно, либо мы показываем, как это осуществляется и в той, и в другой версии, либо мы запускаем сейчас опрос и потом показываем видео. Алексей Михайлович, как считаешь, с чего мы начнем? Мне кажется, сейчас немножко у нас явный перекос в дискуссии, поэтому, мне кажется, надо запускать видео, а если возникает опыт, на видео поставить паузу и отвечать на вопросы, иначе мы не дойдем даже до демонстрации видео. А все ветхирурги проснулись для чего? Мультики посмотреть? У нас есть комментарий от Рустама Азимова, что ему важен опыт Кручуная Расулова, желательно время обсуждения сократить. Окей, спасибо за комментарий, мы идем дальше. Я сейчас включаю начало операции, соответственно, старт операции, как правило, это стандартно, мы говорим о том, что медиалатеральная мобилизация, мы пришли уже к некому такому конкурсу, о том, что делается медиалатеральная мобилизация, здесь все стандартно, подвешивается сосуд, видео, кстати, оно в два раза ускорено, чтобы не терять ваше, так сказать, время, не тратить драгоценное. Вот в данной ситуации пациент начинается операция стандартно, но рассечение брюшины с медиальной стороны, оно сразу же идет в сторону связки трейса, в сторону двенадцатиперстной кишки. То есть мы рассекаем и выходим на эти так называемые лендмарки, где мы примерно так предполагаем потенциально уже пересекать вену, где мы знаем, где мы будем работать. И, соответственно, после того, как брюшину рассекаем, мы сразу начинаем заходить в слой. Вот в этом видео представлен вариант выхода сразу под нижнебрюжечную вену. Вот именно в данном конкретном случае, не стандартно, как чаще все это бывает, под артерию, а именно под вену. Какие есть преимущества такого выхода? Как правило, анатомическая слоистость, она всегда лучше именно в этой зоне. Между нижним краем поджелудочной железы, соответственно, левым мезоколом и забрюшиной фасции. И если даже вы под артерией не можете найти слой, то рекомендуется перейти сюда и мобилизацию производить здесь. Но здесь мы сразу вышли именно сюда, потому что знали заранее, что здесь будут хорошие слои и проблем с визуализацией слоев не будет. Поэтому таким вот образом осуществляется доступ. Как только происходит вхождение в слой, оператор камерамэн переворачивает камеру и, соответственно, с этой 30-градусной оптикой снизу вверх мы производим мобилизацию метеолатерально вплоть до непосредственно самой кишки, вплоть до сельзеночного изгиба. Значит, кроме того, что у такого доступа есть преимущество в виде хорошей визуализации слоев, соответственно, меньше подкравливания, так сказать, больше вероятности именно такой белой хирургии. Есть еще и определенные практические преимущества. Конечно, немного в наше время работ, которые посвящены сравнению первичного доступа под вены с первичным доступом под артерию, но, в частности, мне все время вспоминается одно исследование из Испании, рандомизированное исследование, оно было доложено позапрошлом году на Европейском обществе колоректальных околопрактологов. Это было исследование по 49 человек в каждом, в каждой группе. Рандомизация была прямо в день операции именно по доступу под вену и под артерию. Так вот, наши коллеги испанские показали, что, выходя сразу под вену, они уменьшают, достоверно уменьшают частоту конверсий, причем на небольшом достаточно материале по 49 человек в каждой группе. Но они достоверно уменьшают частоту конверсии и достоверно уменьшают такое осложнение, как кровотечение. Ну, что имелось под кровотечением, сложно понять. Это, конечно, не профузное кровотечение, а, видимо, вот такое вот подкравливание в процессе мобилизации. И, конечно же, в этом плане это представляется очень удобно, тем более, что есть еще другие работы, в том числе и наших японских авторов и других азиатских авторов, которые таким же образом предлагают осуществлять полную мобилизацию селезеночного изгиба, именно начиная с мобилизации под вену. То есть мы понимаем, что, выходя сюда, мы не всегда эту операцию сопровождаем мобилизацией левой изгиба, все зависит от необходимой длины кишки. Но даже в том случае, когда вы осуществляете, вы знаете, что у вас будет мобилизация левой изгиба, выход под вену, он существенно, он дает вам возможность зайти в сальниковую сумку с медиальной стороны и, соответственно, пройти над нижним краем поджелудочной железы. Я не помню, на этом видео какой будет доступ, но сейчас мы посмотрим. Но так или иначе, вот этот доступ, я даже это встречал в одной из, мне кажется, японских работ, где они сравнивали это с рутинным латромедиальным доступом при мобилизации левого изгиба. Авторы также показывают, что выход под веной сразу же с заходом в сальниковую сумку, он облегчает сам процесс мобилизации и ускоряет время операции и, соответственно, облегчает нахождение слоев. Да, вот в данном конкретном случае, поскольку пациент высокого роста и просто уже длины инструментов не хватало с тем, чтобы зайти в сальниковую сумку, мы использовали передний доступ в сальниковую сумку, соответственно, вытянули левый мизоколон и примерно вы видите, здесь визуализируется поджелудочная железа, вот по верхнему краю поджелудочной железы осуществляется рассечение брюшей, брыжейки передней поверхности и, соответственно, вход в сальниковую сумку. Этот доступ, конечно, очень удобен, потому что позволяет, зайдя отсюда, соответственно, потом вывесить левый мизоколон с тем, чтобы уже идти вдоль края панкреас и двигаться в сторону хвоста и провести тотальную мобилизацию. Ведь зачастую бывает так, что когда вы снизу вверх хотите зайти в сальниковую сумку, вы идете по плоскости вдоль поджелудочной железы, но никак не можете попасть в сальниковую сумку. Там остается какая-то совсем тоненькая перемычка, которая просто не удается вывесить перпендикулярно, чтобы попасть в сальниковую сумку. А в такой ситуации, когда вы заходите передним доступом, вы сразу обеспечиваете себе как бы с той стороны уже ориентиры и потом просто вывешиваете брыжейку и начинаете уже пересекать вену. Может быть, я немножко ускорю. Вот сейчас идет рассечение соответственно спайок между двенадцатиперстной кишкой и веной. Этот момент крайне важен, принципиально важен, поскольку позволяет вытянуть структуры на безопасное расстояние от края поджелудочной железы и пересечь нижнебрыжевечную вену как раз-таки у основания. Идет сейчас как бы да и всегда было много дискуссий насчет перевязки вены. Нужно ли делать высокую перевязку, не нужно делать высокую перевязку, имеет ли это какой-то онкологический бенефит или это только для того, чтобы удлинить кишку. Должен сказать, я не поленился, посмотрел как бы в литературе. Сейчас проводится одно исследование на клинику трайл, она зарегистрирована, не знаю, насколько активна или нет, но суть его такова, что они выполняют высокую перевязку вены именно с точки зрения оценки онкологического эффекта тотальной семьи при левостороннем поражении, чтобы изучить возможность метастазирования в ткани именно вдоль нижнебрыжечной вены, что в принципе всегда считалось, что не имеет никакого онкологического значения. Вот таким вот образом, но сейчас у нас будет этап клипирования соответственно и пересечения вены, это не монтированное видео, но оно ускорено в два раза. И дальше после того, как мы отсекаем вену, точно так же соответственно будет продолжаться мобилизация уже вдоль нижнего края поджелудочной железы, но достаточно осознанно, я бы так сказал, потому что вы видите, растягивается, развешивается, с той стороны мы видим, что мы уже в сальниковой сумке, и таким образом пересекая просто эти оставшиеся тоненькие слои между двумя плоскостями мобилизации, мы завершаем этап мобилизации. Вот на этом я остановлюсь, наверное, потому что здесь был выполнен именно этот этап, и дальше мы потом пошли уже на нижнебрыжечную артерию. Да, вот, значит, чуть-чуть, наверное, еще вперед стоит показать мне, для того, чтобы теперь уже показать, как будет регироваться нижнебрыжечная артерия уже после того, как мы пересекли вену и отмобилизовали под вену. То есть сейчас начинается стандартный этап, к которому мы все привыкли, это выход по сути дела на уровне промонториума в межфосторальный слой, вот, как мы обычно делаем, и, соответственно, движение гармоником вдоль аорты параллельно вверх в сторону нижнебрыжечной артерии. Сейчас немножечко тоже чуть-чуть вперед. Вот, и, соответственно, вот сейчас мы двигаемся вверх в сторону нижнебрыжечной артерии. Здесь как бы в целом все стандартно. Вы видите, вот она сама артерия, нижний край. Принципиально всегда важно видеть нижний край артерии, понимать, что вы двигаетесь именно в пре-гипогастральной зоне, вот, чтобы не повредить структуры, соответственно, вегетативной нервной системы. Вот, и здесь как бы все у нас, в принципе, происходит стандартно. Можно было начать, конечно, с этого этапа, особенно у этого пациента, у него слои, конечно, очень хорошие. Но бывает достаточно нередко, когда у пациента слои в этой зоне не очень выражены. И проходя, так сказать, в межсоциальном пространстве, вы время от времени сомневаетесь, там ли вы идете. Соответственно, если начинает кровить, то эти сомнения начинают только усиливаться. И тогда вот в такой ситуации, когда вас кровит, конечно, нужно сразу переключаться под вену, если вы не уверены. Смотрите, вот этот прием. Подвесили вену, подвесили артерию, натянули и совершенно спокойно работаем, уверенно работаем в слоях. У нас с двух сторон подвешено мезоколон слева и артерия, она, естественно, вытягивается уже вперед и вниз. Вот. И здесь уже отрабатывать артерию на мой взгляд проще, поскольку есть хорошая мобильность сверху-слева. вы можете видеть и понимать, что с той стороны уже нет никаких, так сказать, слепых зон. Вот тут вот мы соединились уже. Вот. И совершенно спокойно и уверенно выходите на основание сосуда, отрабатываете его. Ну, как бы, это тоже варианты уровня перевязки, там, лимфодисекция, это немножко другое, не имеет сейчас отношения. Ну, вы видите, как достаточно удобно отрабатывать артерию, когда она выделена сверху. То есть, даже вот этот прием, за артерию провести бранши и просто захватить ткани, понимая, что там, соответственно, нет ничего, никаких незабрешенных структур, вообще ничего. Собственно говоря, все. И вот тут вот этап клипирования. На этом, я думаю, можно завершать. По знаме, преподаватели, у нас два комментария, есть с сайта от Ивана Кулиды, что на открытую сигму они берут влажную пеленку, чтобы отодвинуть тонкую кишку от основания сосудов и зажим бюера на брыжейку. И получается почти так же, как на лапароскопии. Но тут дело привычки. И второй, что сперва они заходят под нижнебрыжейчную артерию в области промонториума, но после этого видео попробуют из-под вены. Первый вопрос касался открытой хирургии, второй вопрос, я так понимаю, касается именно это комментарий. Еще у нас есть вопрос от Алексея Клименко. Арселия Досманович, какой уровень лимфодисекции в вашем видео? Конкретно вот здесь. Если говорить про это видео, это где-то Д2 с половиной. Алексей Михайлович не даст соврать. Ну, Д2, да. Что скажет Ментор, да. Это где-то... Я скажу, что это классический Д2 диссекция, поскольку видите, что фасция париетальная, она не повреждена, гипогастральные нервы находятся за ними, фасция покрывает аорту. Это классическая Д2 диссекция. Высокая перевязка, но Д2 или Д2 с половиной, но не Д3. Но не Д3. Для того, что делать Д3, надо открыть аорту и забрать так называемые опекальные лимфатические узлы. Хотя, понимаете, вся проблема в формулировках. Что такое хай-тай, высокий узел? Здесь есть несколько интерпретаций. Что такое опекальные лимфатические узлы? Несколько интерпретаций. И в этом препарате можно найти опекальные лимфатические узлы по одной версии формулировки, да? И можно сказать, что опекальные лимфатические узлы оставлены в теле человека по другой формулировке. Поэтому очень важно, прежде чем приступать к дискуссии, четко определить, что конкретно мы имеем в виду. Поскольку мы, как бы при проведении нашего исследования, колл-трайл, Д2-Д3-дисекции, мы вынуждены были четко сказать, какими критериями мы считаем Д3-дисекцию. Мы сослались на японское общество колоректами. Хотя есть там масса других вариантов. Поэтому всегда, всегда, всегда нужно проговаривать, что конкретно вы имеете в виду. Ну, наверное, надо за образец брать именно японские критерии оголения У нас окончание вебинара по плану 12.30, сейчас в 12.07 мы еще ничего не сделали. Тем более, что сказал, что он хочет. Следующее видео, первичный доступ под артерию. Я останавливаю совместное использование, да? Так же надо сделать? Все, я отключаю. Вот так. Алексей Михайлович, ваш выход. Да. Мой выход. Пока, вот, да, отлично. Демонстрация экрана. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне нужно сделать на весь экран, наверное, да? Вот, ну это позиционирование. То, с чего мы тогда начинали, что мы считаем, что чрезвычайно важно правильно разложить все, создать визуализацию. То есть сальник должен быть перемещен таким образом, чтобы вы увидели поперечную ободочную кишку. Увидели ободочную кишку, значит, сальник вы достаточно хорошо освестите. Если вы не потратите на это время, будет мешать. Помещение направо опускает кишку. Обратите внимание, я не хватаю за кишку инструментами, поскольку если хватает за кишку, уходят инструменты, потом захватенные кишкой за экраны, вы можете порвать. Мы как бы подкладываем инструмент и перекладываем кишку. Увидели нижнебрыжающую вену, значит, вы все сделали правильно. Следующий этап – это классическая, стандартная, в 100% случаев исполняемый объем. Вытягиваем кишку из малого таза, хирург сейчас работает двумя руками, вытягивает из таза, захватывает забрыжейку и просит ассистента, вот появился его порт, захватить забрыжейку на уровне это сделать так, чтобы прямая кишка была вытянута из таза и смягчена немножко латерально. Дальше левой рукой хирург захватывает прыжейку, чтобы сделать более прямой. Я это видео тоже не просматривал до операции, там были технические проблемы. И вот обратите внимание, монополяр, то, что очень не любит наш спонсор, да, это не их инструмент, зачем, почему. Вот, растянули. Видите, вот здесь есть такие вот фибрии, что ли. И вот как работает монополяр. Обратите внимание, газ появился. Очень хорошо виден газ. Не виден газ, остановились. Ткани не склеиваются. Обратите внимание. Очень, очень прецензионная работа. Опасный инструмент, неоднозначный инструмент. Мне он нравится, потому что он дает видеть вот такой, так называемый холли-плейн. То есть мы видим очень хорошо слои. Видите, работая буквально кончиком лопатки этой, мы растекаем брюшину и не спешим. И газ, проникающий свободно между несклеенными полосками, тканями, он позволяет нам, он помогает нам найти наш правильный слой. Тракция, контртракция, два базовых принципа. Третий базовый принцип – не спешить. Мы хорошо видим слои, мы видим, мы видим париетальную фасцию, и мы должны увидеть так называемую сосиску в оболочке. Это покрытое мезокаллической фасцией верхней прямо кишечной артерии. Вот, обратите внимание, мы очень хорошо видим нервы. Вот они, мышка видна на экране, да? И продвигаясь в одну сторону, в другую, буквально прикосновениями лопатки к брюшине, мы получаем ее разъезжание, если можно так сказать. Это то, что, к сожалению, ни один продвинутый биполяр, включая гармоник, нам, к сожалению, дать не может, потому что ткани склеиваются. Это именно та ситуация, почему я предпочитаю работать монополяром, несмотря на то, что уже 21 век, и все говорят, что монополяр утратил свои возможности. На мой взгляд, он чрезвычайно удобен. Обратите внимание, газ. Нам газ помогает, нам ничего не надо делать, нам нужно просто постоять, ну, а если вы такой же, как я, холерик, то можете немножко поругаться на ассистента в это время, чтобы не тратить его. И вот линия Тольда великолепно видна. И мы, спокойно, продвигаясь по этому слою, двигаемся кверху. Лопатка, в отличие от крючка, позволяет делать вот эти движения. Я называю этот этап этап упрашивания. Мы не должны насильно сдвигать ткани книзу, мы должны как бы упрасить их. Движения должны быть низкомплитудными и многократно повторяющимися. Тогда мы получаем вот эту так называемую белую хирургию и работу четко в слою. Самое главное, повторю, не спешить. Если на каком-то этапе вы не видите газ, потратьте время на изменение положения инструмента ассистента, на подработку в другом слое. И через две минуты, вернувшись в то место, где вы не видели слоя, вы его увидите. Поскольку газу, а его много в брюшной полосе под избыточным давлением, брюшину вы рассекли, газу деваться некуда, он идет по межфоциальным слоям. Никуда он не денется. Если вы эти слои не склеили гармоником, там, еще какие-то инструменты. Вы видите проекцию артерию. Обратите внимание, опять, если присмотреться, вы газ видите всегда между тканями. Это ваш помощник, это ваш четвертый ассистент. Дошли до артерии примерно, примерно, и дальше мы уходим на доступ под веной. Опять, рассекаем только брюшину. Вот видите, раньше левая появилась, это может быть артерия московича, неважно. Главное, вы, опять-таки, не спеша ждете своего часа, ждете, пока дойдет туда газ и поможет вам попасть в доступ под веной. Вы видите все то же самое, что вам показывал Арсен Асманович, только немножко в другом исполнении. А вот сейчас, когда вы подошли к этапу, где уже слоев нет, вот здесь крючком уже работать опасно, хотя наши японские коллеги работают. И вот на этом этапе я уже беру в руки гармонию, поскольку здесь надо рассекать ткани не в слоях. Здесь мы тоже выполняем D2 лимфатисекцию, поэтому наша задача сохранить паритальную фасцию. Ну и здесь просто пересечение тканей вокруг. Я очень люблю салфеточку положить за аптерию, но, к сожалению, в этом видео я не показал, как это делается. Ну вот здесь мы устроили массивную кровопотерю. Самый неудобный момент вообще для хирурга это отработка как раз вот этой верхней полотности. Да, да. Там много вот этих вот фиброзных катежей. И вот здесь мы тоже очень часто используем доступ, который абсенциалч использовал, когда мы влезаем под артерию. Но на самом деле, учитывая то, что мы делаем D2 десекцию, у нас нет необходимости скелетизации артерии в этом случае. Если клипсы, которые вы используете, хватаясь тем, чтобы захватить артерию с тканями, и вы используете пластику клипсы, вы это запросто можете сделать, здесь никакого ущерба нет. Если у вас металлические клипсы, то настоятель рекомендует стенку артерии почистить. Если вы приверженец сохранения нижнебрыжающей артерии, ну, соответственно, их тоже нужно очистить от тканей, поскольку лимфатические ткани все-таки надо удалить. И вот здесь при таком обработке артерии мы получаем D2 десекцию, естественно. Видите, фасция я сейчас установлю, пасция целая с одной стороны, целая с другой стороны, линия только. И вот, пожалуйста, этап упрашивания в исполнении гармоника. Примерно то же самое, но обратите внимание на ткани, они склеиваются. Они двигаются, но клеятся. Я не думаю, что это принципиально, здесь, что называется, преференция хирурга, один любит так, другой любит сяк, главное, чтобы это приносило удовлетворение, что называется. Упрашивать, не тянуть. Если вы сделаете более резкое движение с погоней за скоростью, эти мелкие сосуды начнут рваться, поле станет таким красноватым, некрасивым, это не повлияет, я больше чем уверен, что это не повлияет на исход. Просто некрасиво. Поэтому многократно повторяющиеся движения низкоамплитудные, вы просите, пожалуйста, отодвинься, пожалуйста, отодвинься, пожалуйста, отодвинься. Можете даже про себя это проговаривать, как я это делал на первых этапах. И вот так, не спеша, не спеша, не спеша, мы уходим. Дальше, я думаю, что у меня никаких различий с техникой Росея Насмановича не будет. Я думаю, что, ну, может быть, им даже нет смысла дальше продолжать, поскольку здесь все ясно. Но в целом я вообще не увидел техники, различий в технике. Просто у меня был доступ под Вену, под Вену у вас был под артерию. Ну, я больше люблю монополярный инструмент. Работа в слоях вся та же самая, да, может, инструмент другой. Это то, что мы делаем, какой бы инструмент мы не использовали, мы делаем все то же самое. Важно правильно применять инструмент и в правильных слоях его применять. Давайте вы закончите, потом я задам вопрос. Еще один момент. Все-таки использование монополярного инструмента и гармоника. Кроме того, что там ткани как-то там себя ведут, что-то склеивается, что-то нет. Натяжение ткани. Мы понимаем, что для монополяра нужна хорошая тракция и контракция. Если натяжения нет, да, его невозможно. А гармоником можно работать даже в отсутствии адекватного натяжения ткани, потому что не всегда его удается сделать. Да, и вот в этом плане хочу сказать, что если не удается сделать натяжение ткани, то это плохая терапия. Не всегда это удается, конечно, к этому нас стремится. Но когда это не получается, то гармоник, он позволяет механическую функцию тоже исполнить. То есть вы с помощью гармоника ощущаете тракцию и одновременно пересекаете. Ну, это Алексей Михайлович. Кто использует монополярный крючок, кто-то эти вещи не знает. Да, 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 я понимаю, да. Да, Алина. У нас вопрос от Евгения к Алексею Михайловичу. Какой педалью и на каких цифрах вы работаете монополяром? Мы не работаем педалью. Мы счастливые обладатели вот этой ручки, где мощность переключается на самой ручке и кнопки расположены на ручке. Я вообще терпеть не могу педали. Для меня педаль, она может в трех случаях используется. Это водостроенный диссектор при работе на печени. Это обычный биполяр при каких-то кровотечениях. И третий, где у нас там еще? Педаль. В общем, где-то еще есть педаль. Ну, терпеть не могу. Вот это вот под столом искать, подтягивать ногой. Я однажды зашел в операционную. У нас был Юрий Васильевич Пилипась, он сейчас заведующий в другом отделении. А слышу, там такая напряженная обстановка, и какой-то крик стоит. А я захожу, они притихли. Юра оперирует, на камере стоит Олег Козлов, работает, значит, ну, правой рукой он держит камеру, левой рукой, значит, тридцатка работает, а ногой он должен нажать на педаль, переключаясь в режимах ICG включить, ICG выключить. Юрий Васильевич говорит, Алексей Малович, а вас Олег Козлов вот куда-то на машине возит? Я не понимаю. Я говорю, ну, иногда да. Говорит, ну, в следующий раз, когда вам надо будет куда-то ехать, вы скажите мне, я вас отвезу. Ладно, его не просите. Я говорю, а что такое? А он, блин, двумя руками и ногой работать не может. Вот такая, не дошла, не дошла. В общем, троллик. Не люблю педали пальцами. Ну, кроме того, работать руками, это еще и более физиологично. Когда ты работаешь в педали, ты вынужден все время одну половину толща как-то так наклонять, может быть, приспосабливаться. И со временем, когда долго оперируешь, это приводит повышенную там реальность. Мы на эту тему, кстати, разговаривали тогда с Перисом Текисом, и он прям вот на это очень сильно обращал внимание. Форс-трет? В Гермонте тоже есть педали. И они у нас куплены, но мы не пользуемся. Ну, рука. Я вообще с огромным почтением отношусь к старой школе хирургов, которая использует обычные биполяры ножницы при работе. Игра на педалях. Я не понимаю, как это можно устроить. У меня не получается. Алина? Алексей Михайлович, можно вопрос? Да. Небольшой. Вот монополяр действительно является очень прецизионным инструментом. В руках профессионалов очень действительно красиво, аккуратно все выглядит, очень красивая хирургия. А что бы Вы посоветовали коллегам, которые только начинают свои шаги в лапароскопии с этим инструментом либо с другим с точки зрения безопасной работы? Ну, понимаете, это же Ваша компания попросила нас в мастер-класс провести, организовать большую такую лекцию наглядную по безопасности электрохирургии. Неважно, это биполяр, монополяр. У каждого инструмента есть свои особенности. Я хорошо помню, как один из моих лучших друзей, который сейчас занимает большой пост, не буду фамилию называть, когда появился Легошу, он мне с восторгом звонил и говорил, слушай, сегодня я оперировал желудок, работал Легошу, так классно работает, я даже левую желудочную артерию не заметил. Ну, понимаете, вот так работать точно не надо, потому что современные эти электролигирующие инструменты, будь то Гармоник, будь то Тендербит, будь то Санасижн, их сейчас огромное количество, они позволяют делать очень многие вещи, включая ошибки, допускать ошибки. Монополяр, в чем его плюс? Он вам никогда не простит ваши ошибки. Если вы ошиблись в слое или не сделали нужную тракцию, он всегда даст о себе знать, особенно на тотальной мезоректомиктовии. Чуть ошиблись слоем, получили кровотечение. Когда вы используете биполяр, тот же самый, допустим, Гармоник вы используете, вы ошиблись в слое, и никакого кровотечения нет, вы работаете. А надо прекрасно понимать, что цель наша – получить качественный препарат, потому что от этого зависит безрецидивная выживаемость. Если мы оперируем сигму, мы должны сделать тотальную мезоколомэктомию. При работе крючком нарушение слоя – вы получаете кровь. Гармоник – вы нарушаете слой, вы ничего не получаете. Поэтому я бы посоветовал молодым коллегам не проходить тот путь, который мы прошли, потому что ведь у нас как? У нас очень дорого сделать Dry Lab, у нас еще дороже сделать Wet Lab, у нас практически невозможно сделать Cadiver Lab, ну а в операционной люди – это тоже дорого. А в операционной – пожалуйста, у нас люди дешевые, у нас их много, бери и учись на людях. Вот мы, к сожалению, проходили путь учебы на людях, но если удастся сделать настоящие тренинговые программы, где хирург может пройти все пути, начиная от Dry Lab, Wet Lab, заканчивая Cadiver Lab в самостоятельном исполнении, то, что мы проговаривали с Риммой, которая работала, вот я надеюсь, что, Юля, мы с вами пообщаемся, может быть, мы эту идею доведем до конца, когда хирурги приезжают, они работают в Dry Lab, они работают в Wet Lab, они слушают лекции, они смотрят операции, а потом на Cadiver Lab самостоятельно выполняют операцию на трупе, выполняя этапы, сзади стоит метр, подсказывает, как что делать, а следующим этапом они работают у себя в операционной, а метр стоит сзади и подсказывает. Вот, может быть, тогда мы выйдем на тот этап, когда можно будет объяснить особенности работы. И монополяра, и биполяра, и шовников, и так далее, и так далее. Потому что любой, даже ваш эшелон Power, великолепный инструмент, если его неправильно используют, то дырку в кишке сделаете. Или расползется культя на глазах. Не потому что Power плохой, а потому что неправильно кассету выбрали, неправильно кишку натянули. Черт в деталях. Глобально мы все понимаем, что нужно сделать. Черт вот этих маленьких-паленьких-паленьких деталей. Почему вот я не очень согласен с тем, что нам нужно побольше видео смотреть? Нам нужно разбирать детали. Потому что как бы подробно Арсен Асманович не рассказывал свою операцию, он все равно не рассказал и 15% того, что он мог бы рассказать, если бы видео было не ускоренным. И мы разобрали какую-то часть этого видео. Потому что там столько мелочей, на первый взгляд, неважно, на которые, может быть, опытный хирург уже не обращает большого внимания. А вот начинающий, который увидел видео Арсена Асмановича, восхитился и попробовал повторить. Вот движение гармоника зажал и потянул. И он порвет все и получит кровочение. 100%. Сначала надо правильно делать, а потом можно использовать дополнительные недокументированные возможности инструментов, когда ты уже знаешь, где и как это можно делать. Я бы так сказал. Спасибо большое. Алексей Михайлович, вопрос снова от Евгения по поводу к разработам на поляром. Вдолженник. Хотелось бы узнать, желтой или синей кнопкой для рассечения вы работаете и какая мощность? Только синей кнопкой 25 ватт при положении указателя на троечке. Ну, на ручке. Среднее положение, только синей кнопкой. Я не использую ни желтую, ни вот этот какой-то специальный режим у них есть. И 25-30 ватт точно. Еще один вопрос от Рустама Азимова. Бывает ли, что вы сохраняете левую ободочную артерию? Да. Я вот сейчас хочу сказать, что я искренне не понимаю идеологии сохранения нижней брюжеящей артерии при выполнении ТМЕ, поскольку считаю, что... Ну, понятно, что кровоснабжение теоретически должно быть лучше, но мы же сохраняем артерию, это как якорь, она не дает опуститься туда кишке, поэтому я пока в голове не укладываю механику. Мы сохраняем нижнюю брюжеящую артерию в той ситуации, когда мы оперируем опухоль сердечной изгиба. Тогда мы скелетизируем нижнюю брюжеящую артерию, доходим до левой бранши, берем левую браншу, пересекаем, тем самым нижнюю брюжеящую артерию у нас кровоснабжает сигмовидную кишку, которая остается для мобилизации. Если при локализации опухоли в селезионщем изгибе мы возьмем у основания нижнюю брюжеящую артерию, мы вынуждены ободочную кишку пересекать на уровне мысля крестца, иначе у нас будут проблемы с кровоснабжением. Вот в этой ситуации мы это делаем. И мы счастливые обладатели, очень хороших коллег, специалистов по компьютерной томографии, у каждого пациента, во-первых, мы каждого пациента в пятницу накануне операции разбираем вместе со специалистами по КТ, на большой экран выводят томограммы, и все варианты кровоснабжения мы знаем. Есть артерия московича, нет артерии московича, как выражена дуга риолана, где первая сигмовидная артерия отходит, на каком расстоянии. То есть мы это знаем до операции. Это чрезвычайно удобно, потому что, входя в живот, мы, по сути, имеем перед глазами GPS-навигатор. Мы понимаем, сколько там нужно идти, где мы что встретим. Это, правда, важнее при правом фланге, потому что там анатомическая вариабельность гораздо более серьезная. Но для того, чтобы это работало, надо, чтобы это работало в каждом случае. Поэтому я иногда даже так уже внутренне сам злюсь, зачем мы так долго разбираем артерии, если мы планируем сделать какую-то обычную банальную там резекцию муидной кишки, но я держу себя в руках с тем, чтобы это вошло в привычку и вот прямо в голову вбилось, что специалист по компьютерной томографии – это не фотограф, это не человек, который печатает много буков нам. И мне абсолютно все равно, сколько там единиц Хаусфилда и в каком положении матка, там, антофелекция, ретрофлекция. Вы мне дайте то, что мне нужно. Напишите три предложения, чтобы эти были три предложения, нужные мне. Артерия, вариант, вена, анатомические особенности. Вот четко дайте мне через сколько метров и на какую улицу мне поворачивать, направо, налево и с какой скоростью. Все, мне ничего другого не надо. Все остальное там, это туда химиотерапевты, впрочем, вот эти вот, ну, которые там мифические басоками руками делают и лечат. У вас рутинно делается КТ-ангиография при всем колоректарном раке? У нас рутинно делается компьютерная томография. Как говорил профессор Курыгин, томография – это все равно, что говорить фотографии и порнографии. Правильно ставьте ударение в русском языке. То есть вы делаете это всем? Мы делаем всем КТ. И это не КТ-ангиография. Нормальное КТ – это КТ, выполненное с контрастом, с захватом артериально-венозной фазы. Причем контраст вводит не медсестра, а вводит синхронизированный с КТ аппарат. Одну секундочку, Алексей Михайлович. КТ, которое делается стандартно всем пациентам, оно не описывает сосуды и артериально-венозное кровоснабжение. Оно описывает опухоль, расположение всех структур и так далее. Я имею в виду, что именно сосудистые сети, вариации сосудов вам всегда пишет в каждом КТ. Да, потому что я вынужден вас разочаровать, Алексей Михайлович. КТ само по себе вообще ничего не описывает. КТ, оно просто жужжит и крутится. А дальше черно-белая ерунда на экран выскакивает. А вот тот индивидуум, который сидит за клавиатурой, смотрит на эту черно-белую картинку и пишет вам текст, вот важно, чтобы он знал, что он должен посмотреть. Если вы ему поставите правильную задачу, и у него немножко в голове есть что-то большее, чем просто сделать стандартный шаблон вам. Там у них же есть шаблон, он фамилию поменял, вам шаблон отдал. Может, отменяй. Сколько операций в неделю по поводу колоритального рака проходит у вас? Я сочетно готов. Мы делаем 4 больших операции каждый день, 4 дня в неделю. 16, да, плюс мелочевка. Ну, где-то там минут 10, 8, 13. 16 исследований еженедельно выполнено? Нет, исследований делается намного больше. КТ у нас работает каждый день, включая субботу-воскресенье. Они открываются в 8 утра, и, по-моему, они работают до 8 вечера. Это идет потоком. Это идет поток. А очереди большие? Очередь на КТ, по-моему, сейчас дня 4, наверное. 3-4 дня. У нас 4 аппарата КТ стоит, или 3, не знаю. Поэтому в этом плане... Ну, вы просто рассказываете такие сказочные вещи, которые, я так понимаю, в вашей ситуации, они, наверное, превратились в реальность, потому что этим походится вряд ли сможет какое-то еще учреждение в стране. А может, я сейчас возьму дубину и еще ударю? Если утром у любого оперированного пациента, неважно, это рак, колоректальный это рак, поджелудочная железа, желудок, утром с утра докладывают, у пациента вечером было 38, а я ухожу в операционную. Вы знаете, что с этим пациентом будет? Без всякого эпикриза, без звонков, кому бы то ни было, этот пациент на каталочке будет спущен в КТ, ему будет сделана компьютерная томография трех зон, а если это колоректальная хирургия, то еще КТ и профтография. И ко мне в операционную придут и скажут, что там на КТ выявлено, есть затек или нет затека, и есть ли там какая-то коллеквация, нет. Если коллеквация какая-то выявлена, то не возвращаясь в отделение, не спрашивай у меня, эта каталочка выезжает из КТ, едет в соседний кабинет, где Сережа Петрик, с узи аппаратовой иголочкой, и ставит туда пиктейл. И мне в операционную приходят и говорят, количество отделяемого такое-то, активность на Мелазе там такая-то, вот так. Ну тогда вы занимаетесь. От всего-то надо было идти по коридору, тебе на встречу идет руководитель рентгенологического отделения, видит тебя и прячется. А ты заходишь за ним и говоришь, ну что такое, иди сюда. И вот когда он от тебя начал бегать, потом он понял, что проще не бегать, а от тебя подчиниться и вот это делать. И я хочу сказать, что мы, вот я сейчас, конечно, утрирую в чем-то, но почему я говорю, что мы счастливцы, потому что у нас есть группа рентгенологов, которые работают только по колоректальной хирургии, только по поджелудочной железе и желудку, только по урологии и так далее, и так далее. И мы получаем чрезвычайно качественное заключение. Мы не принимаем КТ, описанное в других учреждениях. Принципиально не принимаем. Бумажка у вас это есть? Сложите аккуратно, положите в нагрудный карман, ближе к сердцу, носите, она вас пусть греет. Дайте нам диск, мы его пересмотрим. В половине случаев мы вынуждены переделывать КТ, а в 90% случаев мы имеем расхождение между описанием откуда-то там и там, что у нас есть. У нас есть расхождение с данными КТ и интероперационными находками. КТшник, который описывал томографию, в хирургическом костюме, в шапке, в маске стоит в операционной и смотрит, мы ему показываем, что мы нашли. В 100% случаев. Может быть, у вас уже есть публикации даже по диагностической ценности КТ, ангиографии. Кстати, по-моему, пока не видел. Ждем тогда. Вы больше смотрите не нашу литературу, а западную. Ну хорошо, ссылочку кинете. Дорогие преподаватели, у нас есть вопросы и комментарии. Первый вопрос о сохранении левой ободочной артерии при опухоли сигмы или прямой кишки. И вопрос как раз по КТ. Вы сами не пересматриваете данные КТ именно с целью уточнения сосудистой архиотектоники или четко обозначаете задачи для рентгенологов и доверяетесь их заключениям? Смотрите, во-первых, задачи рентгенологам доведены, и это не случилось вот так. Это была многолетняя такая борьба, потому что вот мне что-то, я становлюсь тоже уже старым, а сейчас начинаю говорить о стариках. Старых вы не переделаете. Если рентгенолог работает 100 лет, и он привык писать вам, если вы изучаете рак желудка, он вам проматку в антифлексии пишет, вы с ним ничего не сделаете. Он уже впитал это. Нужно молодого искать. Во-первых, четко ставить ему задачу. Во-вторых, что очень важно, анализировать расхождение. Если у нас морфологи, например, дают рваная мезоктальная фасция, я всегда с оперировочным хирургом пересматриваю видео, чтобы посмотреть, где ошибки. Не будет обратной связи, не будет движения вперед. Обратная связь нужна, ну просто нужна. Без нее вы ничего не сделаете. Поэтому рентгенологу нужна обратная связь. Он должен это описывать. У нас больной ложится в день накануне операции. То есть пациента, которого мы будем оперировать в четверг, уляжет в среду. Но в пятницу накануне лечащий доктор, имея в руках амбулаторную карту и обследование, докладывает анамнез, результаты, бла-бла-бла-бла. На большой экран мы выводим эндоскопическое видео, если нам надо. Мы выводим, специалист по компьютерной томографии сидит у нас в ординаторской, выводит на большую гранатомографию. Лечащий врач зачитывает заключение. И я спрашиваю, прокомментируйте, пожалуйста. И она вот говорит, вот нижнебрежащая артерия. Вот она пошла, вот первая ветка, вот здесь так, вот здесь так, вот здесь так, вот здесь так. По желудку. Значит, Митчелс, допустим, 8 или Митчелс 2, замещающая артерия оттуда, то здесь она идет туда, здесь туда, здесь туда. Есть анвазия вену. Покажите, вену, вот здесь, и мы все видим и в тексте, и наглядно на картинке, а потом мы идем в операционную. И если все совпадает, отлично. Если не совпадает, иди сюда. Вот ты тогда показывал или показывала, что у нас есть тут анвазия, а вот посмотри в операционное поле. А теперь иди к себе, пересмотри снимки и сделай выводы. Не для того, чтобы, еще раз, чтобы наказать, а чтобы научить, чтобы этих расскажений было как можно меньше. Мы проделали огромную работу за эти несколько лет, я сейчас, может быть, хвастаюсь, но, наконец-то, готов сказать, что мы сейчас счастливые сотрудники, потому что у нас очень хорошее личное отношение, у нас очень хорошее служебное отношение, и у нас очень небольшой процент расхождения данных компьютерной томографии, МРТ, с тем, что мы имеем на самом деле. И я считаю, что во многом успех хирургический наш, он связан с тем, что мы слишком много и слишком хорошо знаем пациента до операции. Да, Алексей Михайлович, ну, мы уже все знаем про вашу клинику, спасибо за такое подробное разъяснение. Теперь это знаю не только я, теперь это знают все, кто нас слушает. Есть еще комментарии? Да, несколько вопросов. Значит, опять вопрос о сохранении либо ободочной артерии при опухоли сигмы или прямой кишке. Ну, в целом, достаточно подробно уже поговорил, да. То есть, как бы при… Еще раз, проходим так вот достаточно кратко. При опухоли сигмы или кишке это даже не обсуждается абсолютно. Вопрос о сохранении либо ободочной артерии. То есть, высокая перевязка. Можно, конечно, всячески изощряться и делать лимфодисекции, сохранять левую ободочную, как это делают японцы, корейцы и наши коллеги. Можно и таким образом идти. Вопрос в том, что нужно ли. Это затраты времени, это, соответственно, работа на сосудах прецизионная. С какой целью мы это делаем? При опухоли сигмовидной кишке проще сделать высокую перевязку и, соответственно, таким образом завершить операцию. Вопрос в КТ смотрите сами или именно в КТ специалисты? Ну, я считаю, что тоже ответ уже прозвучал. В КТ специалист смотрит. Мы смотрим. Если мне нужно посмотреть компьютерную томографию, я иду в кабинет КТшников, сажусь рядом со специалистом и задаю вопросы. Скажи, Павел, а вот это ты можешь мне показать? И вот он на экране выводит, показывает мне стрелочки, где что, потому что сам я не смогу посмотреть, ну, так, МРТ прямой кишки или КТ живота с таким же качеством, с которым смотрит подготовленный. Ну, должен вам сказать, что он не операцию тоже не сможет сделать так, как вы это делаете. Поэтому у каждого свои обязанности. Да, у каждого. В клинике профессора Царькова обязательно схема сосудов до операции. Ну, как раз таки мы сейчас выяснили, что оказывается не только в клинике профессора Царькова, а эта схема, она и очень успешно работает не онкология министролога. И это очень хорошо. Если мы оперем, допустим, поджелудшую железу дистами, то у нас вообще распечатка 3D висит в операционной с вариантами стреления сосудов. Это очень здорово. Не каждая клиника, к сожалению, может себе это позволить, поэтому мы искренне порадуемся. Я уверяю, что каждая вопрос в мотивации и в интенсивности ипатевского метода, который работает 100%. Да, вопрос во многих факторах, на самом деле, к сожалению, которые не всегда удается преодолеть. И еще вопрос про патоморфологов, про высокий уровень наших патоморфологов и, соответственно, картирующих узлов при раке сигмовидной кишки. Картируете ли вы узлы при раке сигмовидной кишки? Да. У нас, ну, я не знаю, все знают, не все, мы достаточно много говорили, мы сейчас организовали и проводим рандомизированное многоцентровое исследование, оно называется КОЛ, в сравнении Д2 и Д3 диссекции. Все лучшие хирурги страны участвуют в этом, без исключения, все лучшие. Дарсен, смотри. Арсен просто не согласился участвовать, я вот ролик сейчас, чтобы он улыбнулся. Я могу даже пояснить, почему. И это до сих пор является весной причиной. И у нас все больные рандомизируются, мы выполняем Д2 или Д3 диссекцию, в зависимости от того, в какую группу попал пациент. Сразу говорю, что если пациент отказался или не подошел, стандартным для нас является Д2, если по данным компьютерной томографии или визуально во время операции мы не видим увеличенных линии узлов в зоне Д3. Если видим, то, конечно, да. Ну, и за исключением каких-то уже больших опухолей, когда гиперплоди... Как правило, вы знаете, что колоректальный рак, он большие опухоли всегда сопровождаются воспалением параконкрозным, поэтому лимфатические узлы увеличены всегда. Ну, мы делаем Д3, поскольку, ну, здесь трудно на глаз отличить метастаз и метастаз. Но вообще стандарт Д2. Вот. И по правилам этого исследования хирург, ну, в нашем случае это не хирург, это клинические ординаторы, по-моему, все знают, они пришивают к брыжейке кишки, бляшки с названием нумерации групп лимфоузлов. Поскольку морфолог, получив препарат, он ведь не знает, какой была длина ножки сосудистой. Он видит клипсу, но он же не знает, это в сантиметре от аорты или в метре от аорты, где она была наложена. Поэтому мы приживаем бляшку, что вот это, допустим, 23-я группа. Вот дальше все это уходит морфологом, мы не вскрываем, не вырезаем, не открываем, поскольку морфолог должен оценить целостность мезоректальной фасции, он должен посчитать площадь удаленной брыжейки, он должен посчитать расстояние от опухоли до края брыжейки, до сосуда, он должен выбрать, высчитать количество удаленных лимфатических узлов, количество пораженных лимфатических узлов, расстояние от опухоли до максимального дистальной кровоэзекции, циркулярной кровоэзекции. Ну, в общем, вот эти все вопросы, очень подробный отчет, очень подробный. Мы имеем и минус в этом плане, потому что, к сожалению, получить такое заключение через 5 дней после операции реально невозможно. Мы понимаем, что мы перегружаем афологов и никаких денег их не платим за это. Работа идет на энтузиазме и на дружеских отношениях. Поэтому заключение, как правило, приходит через 2 недели, больной уже к этому моменту выписывали систему коммуникации с выписанными пациентами, каким образом передать заключение кистологическое, если они живут в другом городе, каким образом вызвать их или организовать телеконференцию, если нужна консультация химиотерапевта. Это была огромная работа проделана, мы ее сделали, но мы получаем очень-очень подробное заключение по всем препаратам. И если в заключении есть какие-то дефекты нашей техники, мы всегда пересматриваем видео, где это была объективная причина или это была техническая ошибка. Я повторю еще раз, что без... Может быть, я немножко сейчас вру. Ну, не всегда. Времени хватает. Но мы к этому стремимся, потому что... Очень похоже. Очень похоже. Действительно так. Благодарим преподавателю, у нас есть поднятая рука от Андрея Иванова. Давайте подключим его, чтобы он мог задать вопрос. Да, Андрей. Давайте. Там у него звук, я вижу, выключен у Андрея. Разговор разрешен. Да, микрофон выключен. Андрей, может быть, у вас надо включить этот самый, включить звук? Вам нужно в левом углу нажать на микрофон и включить его, и вы сможете задать вопрос. В левом нижнем углу есть кнопочка «Выключить звук» и «Остановить видео». Вот там надо нажать на «Выключить звук» и звук включится. Ну, не получилось. Хорошо. Может быть, мы... У нас есть еще вопрос в чате. При неувеличенных и непальпируемых лимфоузлах разве удается произвести их маркировку? Мы... Вы поймите, маркировать узел невозможно. Можно маркировать зону. Наша задача показать морфологу, где мы пересекли артерию. Потому что, если мы скелетизировали аорту, забрали окружающую аорту и клетчатку с лимфатическими узлами в препарат, мы должны туда повесить бирку, которая барфологу скажет, что это третий этап метастазирования. Чтобы он понимал, о чем идет речь. Потому что, если мы пересекли... Вот перед нами лежат два препарата. В одном случае мы пересекли нижнебрыжающую артерию непосредственно аорты, включив препарат клетчатку параортальную, а в другом случае препарат, где мы сделали Д2-диссекцию и положили глипсу на нижнебрыжающую артерию, оставив параитальную фасцию и лимфатическую узлу, располагающуюся под ней и, соответственно, параортальную печатку в препарате. Ой, в человеке. Вот лежат два препарата. Как морфолог поймет, где пересекли артерию? Если мы ему не подскажем, он не поймет. Поэтому наша задача в зоне теклипсы... Мы берем, знаете, от пенициллина такие крышечки. Причины крышечки написают группу, что это вот эта группа. Дальше он разберется. Первый этап, второй этап он найдет. Но вот здесь мы ему должны подсказать, где мы пересекли артерию. И что вокруг нее, что вокруг вот этой самой дистальной клипсы. Ну, я понятно или как-то не очень ясно объяснил? В целом понятно, да. В целом понятно. Морфолог потом оденет лупу, используют там какой-то химический... Я не знаю, что они используют. Ну, здесь, да, здесь речь идет о том, что там же могут быть и микрометастазы, можно и ЭГХ применять, но главное изучать зону клетчатки, где потенциально могут располагаться эти узлы. Сами узлы выискивать, как делают наши восточные коллеги, и вырезать на нативном препарате в данной ситуации не приходится. Речь идет о фиксации препарата, да, формалином, и потом это делать морково. Это можно делать. Вопрос стоит о том, какая задача стоит. Учитывая то, что у нас задача стоит оценить все-таки тотальную мезоколонектомию, качество, и все остальное. Есть международный протокол, разработанный, кстати, в ЛИТСе, теми же специалистами, но раньше Фил Квирк этим руководил, когда вот тотальный мезоколонектомия, циркулярный края редикции, там тотальный мезоколонектомия, они работали вместе с Биллом Хилдом. То сейчас там не Квест заведует отделением, это его методика. Мы ее, грубо говоря, взяли к себе, перевели на русский язык и немножко адаптировали, какие-то препараты не зарегистрированы в России, там еще что-то. Коллеги, я предлагаю, мне кажется, мы немножко затягиваемся с рассуждениями, я предлагаю двигаться дальше, потому что у нас еще не все этапы операции были показаны, озвучены и обсуждены. Давайте мы сейчас запустим анкету. Да, давайте анкету. Да, давайте анкету. Василий, покажите нам, пожалуйста, следующий опросник. Ну, здесь у нас мы сейчас частично поговорили про объемы лимфодисекции. В целом у нас, по-моему, следующий опросник касается именно объемов лимфодисекции, какие объемы вы предпочитаете. В своей рутинной клинической практике понятно, что с точки зрения доказательных данных у нас сейчас нету, и мы знаем, что несколько исследований в мире проходят на эту тему. Правый рак, левый рак. Самое знаменитое и известное исследование А, мы пропустили, еще не успели по поводу этого проголосовать. Ну, давайте, да, проголосуем по доступу под сосуды. Речь идет о первичном доступе под нижнюю брожевечную артерию. Это первый вариант. Второй вариант – первичный доступ под нижнюю брожевечную вену. Ну, может быть, есть какой-то другой вариант комбинированный. Ну, вот у нас подавляющее большинство, 95% первичный доступ под нижнюю брожевечную артерию, в общем-то неудивительно. Да, классика жанра. Собственно говоря, да, этому как раз-таки мы учились и продолжаем этому учить в том числе. Доступ под нижнюю брожевечную вену, мы обсудили его преимущества. В целом, это очень хорошо и удобно. Можно использовать рутина, а можно использовать у сложных пациентов. Поэтому, когда как по ситуации, тут уже приоритеты сам хирург может определять. И давайте мы тогда сразу приступим к следующему опроснику. У нас касается объемов лимфодисекции, потому что у нас еще там несколько осталось. Значит, здесь нам как бы все понятно. Один человек, тем не менее, ответил, что первичный доступ под нижнюю брожевечную вену также использует. Коллега, я вас поддерживаю. Порадовали. Так, теперь в отношении объема лимфодисекции. Т2, Т3. Что-то вроде Т2,5, когда высокая перевязка, но не оголена передняя поверхность лофта. Но вот интересно у нас распределяется сейчас результаты опроса. Они прямо на глазах буквально меняются. Мне кажется, они очень логично распределяются, поскольку никаких убедительных данных в том, что Т2 лучше или Т3 лучше нет. Поэтому мне кажется, что все хирурги действуют исходя из собственных представлений. И это логично и понятно, поскольку нет стандарта. Есть те, кто убеждают об одном, есть те, кто убеждают о другом, ну и, соответственно, так и распределяется. И мне кажется, что с этой точки зрения очень актуально вот это наше исследование, это Т2, Т3, поскольку, ну, хотелось бы понять, надо делать или не надо. Потому что иногда бывает так, что Т3 сделать несложно, иногда бывает так, что в Т3 очень непросто, кто-то говорит о том, что Т3 даже ему проще сделать. Поэтому здесь разброс мнений огромный, и я, к сожалению, не готов поддержать ни один, ни другой, ни третий. Если вы спросите, что лучше, я вам честно отвечу, не знаю. Поэтому у нас пациенты рандомизируются, и в зависимости от группы рандомизации мы так и делаем. А вот те, кто работают бессистемно, вот как Арсен Сманович, может быть, скажет так? Я с удовольствием поясню. Значит, мне очень радует то, что большинство хирургов используют Д2 объем диссекции. С какой точки зрения, именно с точки зрения безопасности, все равно мы понимаем, что Д3 диссекция, она в какой-то мере более прецизионное вмешательство, и нужно иметь уже хорошим достаточно опытом и выйти из кривой обучения, чтобы его рутинно делать. А поскольку эффективность его пока еще не доказана, то в рутинной клинической практике его широко применять, наверное, не стоит. Пусть это делают организаторы крупных клинических исследований, которые как раз-таки ставят цель показать эффективность Д2 и Д3, они нам скажут, нужно делать или нет. Пока мы будем делать безопасно в таких стандартных рутинных объемах. И я смотрю, большинство хирургов придерживаются именно такого подхода практически 70%. Д2 с половиной в целом это как бы можно так же ассоциировать как Д2, речь идет о высокой перевязке, но в целом в нашем понимании и нашей интерпретации это примерно все-таки выглядит как один объем. А Д3 у нас выполняет три человека из проголошновавших 11%, то есть каждый десятый по сути можно сказать. Ну хорошо, хорошо. Значит, дальнейшее будем ждать результатов исследований. И следующий сразу же давайте еще один опросник, а потом мы переключимся на видео. Следующий опросник у нас касается способов формирования аностоноза при раке сигмовидной кишки очень интересный на самом деле вопрос многоуважаемые коллеги. Вы используете ли ручной вид аностоноза при резекции, лапароскопической резекции сигмовидной кишки? Либо вы всегда предпочитаете выполнять аппаратный вид аностоноза? И здесь есть тоже о чем поговорить. Аппаратный 94% пока у нас подавляющее большинство в общем-то тоже неудивительно. Ручной вид аностоноза использует два уже два специалиста используют ручной вид аностоноза. Вот здесь нужно конечно понять этот момент. При использовании ручного вида аностоноза когда вы используете вот эти два человека если можно от них получить комментарии пояснения когда вы используете ручной вид аностоноза? Всегда вы его используете в рутинной вы его используете. Или это от безысходности? Здесь тоже очень важно. Да. В чем причина? У вас нет аппаратов вшивающих, вы вынуждены делать руками. Либо может это зависит от уровня резекции сигмовидной кишки. Предположим, вы делаете максимальную резекцию сигмовидной кишки, и, соответственно, у вас есть возможность вытянуть культур наружу. Вот в каких ситуациях и каковы показания при резекции, лапароскопической резекции сигмовидной кишки для формирования ручного вида анастомоза? Можно нам как-то попытаться получить подклик от наших коллег, которые об этом говорят? Может быть, мы их присоединим, если у них есть возможность присоединиться? Если нет, ну тогда, в конце концов, просто хотя бы интересно напечатать, почему это происходит. Этот вопрос решается в технической А можно минуту? Может быть, не по теме. Я вот сейчас хочу показать, пользуясь пиполярами, которые позволяют не соблюдать слои, а лупить, как танк идти. Особенно легошу десятка, он позволяет рубить все подряд. И вот этим легошу выгрызли кишку, ушли, а потом мы начинаем разбираться. Мне кажется, проблема даже не в инструментах здесь, а просто в несоблюдении онкологических лужу и наложить шов. Теперь возникает другой вопрос. Если мы делаем высокую перевязку, как правило, он всегда делаем высокую перевязку, только раз обжение. Культи у нас это средняя прямокишечная, нижняя прямокишечная. То есть верхней прямокишечной у нас нет. Конечно, есть опасности того, что... Может быть, дадим вопрос прокомментировать? Вот ребятам, там двое были наших коллег, которые ручной. Мы ждем, но они пока не присоединяются. Поэтому, чтобы не терять времени, я уже рассуждаю на эту тему. У нас есть вопросы в чат. Вот Алексей Клименко руку поднял, на видео. Можно включить? И пока включается, мы на чат ответим. Да, написал вопрос от Полуновского Андрея Владимировича. Написал, зависит от уровня резекции. Если хватает длины, предпочтение ручному, конец в конец. Представляется более надежным, чем аппаратный. И от Алексея Клименко комментарий. Вид анастомоза непринципиален. При длинной дистальной культе возможен ручной анастомоз. Рутинно используем аппаратный. Спасибо за комментарии. Первый комментарий, еще раз, Андрей Владимирович Полыновский. Я просто его не вижу, у меня здесь не отражается он почему-то. Еще раз, можно пояснение, пожалуйста, сказать? Наверное, Андрей напечатал, наверное. У меня здесь не открывается почему-то. Вы знаете, мы настолько стандартизовали хирургию, настолько вот ее делаем аппаратами, что, честно говоря, не очень представляю, как сделать это интеркорпорально. Наверное, надо посмотреть это видео. Если у Андрея Владимировича будет возможность прислать видео, где... Я поясню, Михаил Михайлович, здесь идет речь не об интеркорпоральном, а экстракорпоральном анастомозе, я так думаю, скорее всего. Я понимаю, вот если можно видео, как вы закончили лапароскопический этап и как вы вручную накладываете, если это, если возможно. Я бы с удовольствием посмотрел, потом, не потому что я критикую, я просто не понимаю, как это сделать. Вот, ну, не знаю. Технически это можно сделать, да, вопрос у нас кровоснабжения и тистальные культи, и, соответственно, извещение культуры наружу, это мы можем сделать. Как это сделать? Вы понимаете, лапаротобию, я понимаю. Да, мы понимаем, что кровоснабжение культуры, проблема именно в этом. То есть, когда кирка извлекается наружу, но у него нет питающего сосуда, можно наложить анастомоз. А как снаружи должен на уровне высокой креста пересечь, там же кровоснабжения нет. Я вот пытаюсь понять. Либо миф в том, что нет... Речь идет о том, чтобы эту культиру можно было извлечь наружу. То есть, вы пересекаете ее выше и на уровне промонториума. Как раз именно о таких моментах идет речь. Иначе невозможно извлечь. Я и говорю о том, что либо миф то, во что я верю, что надо пересекать на уровне места креста, чтобы не потерять кровоснабжение, и можно ставить ее намного больше, либо надо сделать лапаротомию, чтобы зайти в живот и там вручную положить. Это можно технически сделать в той только в той ситуации, когда делается резек целевых отделов и сохраняете нижнюю брыжевую артерию. То есть, вы ее скельтизируете, выходите, сохраняете и вытаскиваете наружу. Но это уже немножко другая операция. Мы сейчас обсуждаем то, чего не понимаем. Поэтому просьба, Андрей Владимирович, если у вас будет такая возможность, и вот просьба моя. Вы не могли бы видео прислать организаторам? Мы с огромным удовольствием бы посмотрели. Мало того, мы можем предоставить вам слово по методике формирования ручного анастомоза и, может быть, мы возьмем ее на вооружение. Андрей, подключись к нам. Подключись к нам и прокомментируй. Ну, от меня это буквально предложение поучаствовать в нашей беседе, присоединиться, прокомментировать, показать свое видео. Хотите все, хотите только этап анастомоза, любое, неважно. Юля включилась, да? Да, Юля. Да, и у нас еще был второй вопрос. Просто действительно не отражается здесь, поэтому я не успел запомнить. Можно еще раз прокомментировать, Юля? Вот Андрей пишет, что нет технической возможности подключиться в следующий раз обязательно. Спасибо большое за возможность. Андрей, все, мы услышали. Спасибо. Но мы ждем. Я надеюсь, что вы подумаете над нашим предложением. И если вы примете, будет большая благодарность вам. Спасибо. Арсен, поехали дальше, потому что по времени уже 13. Мы полчаса назад должны были закончить, в принципе. Да, Алексей Михайлович, вас же невозможно остановить. Поэтому мы ее, в общем-то, затягиваем. Вот о чем я вам говорил. Заходим до конца или тормозим. Двигаемся дальше. Значит, на этом этапе вопрос анастомоза. Формирование анастомоза. Давайте насчет видео я покажу коротко и быстро. В принципе, это достаточно стандартная процедура. Но есть какие-то определенные особенности, о которых можно поговорить. Сейчас я постараюсь включить. Пока ты включаешь, я, наверное, сейчас выключу уже свою латеральную мобилизацию. Мы не успеваем. Это не важно. Это не принципиально. Может, давайте, в самом деле, об анастомозе. Вы же, Арсен Анастомозович, пересекаете внутри, а мы посмотрим. Видно? Сейчас вот я включил. Видно, да? Так, на большой экран. Речь идет об обычном стандартном пересечении кишки. Здесь есть такие некоторые особенности технические. Есть определенная проблема, и хирурги, которые выполняют эти операции, регулярно знают, что когда пересекаешь кишку, в частности, если работаешь в глубине таза, даже не на этом уровне, а когда ниже пересекаешь и выполняешь переднюю резекцию, пересечение брыжейки кишки, к сожалению, не всегда может получаться перпендикулярно, как это требует правило, так сказать, спецмена ориенки сёджили. Иногда получается так, особенно в тех ситуациях, когда нет хорошей визуализации, что брыжейка пересекается частями или лохмотями, либо спиралевидно. То есть с одной стороны вы её пересекаете вроде бы как перпендикулярно, а с другой стороны вы заходите ниже, и в итоге получается не совсем ровный край. Соответственно, при выполнении этого этапа очень такой важный момент, на мой взгляд, это вот выполнение тоннелирования между стенкой кишки и самой брыжейкой кишки. То есть вы сначала тоннелируете, а потом уже заводите туда пассивную браншу гармоника и пересекаете на медленном режиме саму брыжейку. То есть если выполнять это тоннелирование, то вы так или иначе обеспечиваете себе большую вероятность того, что брыжейка будет пересечена именно перпендикулярно. И кроме того, с этой стороны можно зайти достаточно хорошо до левой полуокружности и практически на 90% пересечь брыжейку кишки. А с той стороны останется просто уже какие-то два движения, досечь и всё. Вроде бы такая мелочь, но на самом деле она работает. Я её увидел впервые в Японии и, соответственно, как-то потом имплементировал для себя её, свою рутинную практику и в целом доволен вполне и теперь использую именно это. Потому что зачастую бывает, когда вы вытаскиваете, пересекаете препарат, операция выполнена хорошо, но дистальный край как-то у вас в лохмотьях, и из-за этого патоморфолог может отнести этот препарат к препарату с плохим качеством. Мы знаем одним из критериев препарата плохого качества – это визуализация стенки мышечного слоя кишки. И это может быть условно отнесено к препарату плохого качества именно за счёт того, что дистальный край экстра-муральный, пересечён недостаточно перпендикулярно. Ну что, двигаемся дальше? Двигаемся дальше? У нас есть вопрос. Насколько максимально вверх можно отойти от ректосигмовидного перехода при выборе дистального края резекции, не нарушая кровообоснажение? Ну, коллеги, значит, по этому поводу всё-таки мы считаем, я думаю, что Алексей Михайлович, он точно так же со мной согласится, потому что он приверженец всё-таки таких жёстких достаточно стандартов в онкохирургии, в том числе и лапароскопической. Мы считаем, что нужно пересекать всегда на уровне ректосигмовидного отдела. То есть именно с точки зрения того, чтобы, если формируется аппаратный анастомож, чтобы было достаточно нормальное кровоснабжение культи, кишки, то есть не стоит забирать и пересекать выше. Если вы по каким-то причинам, у вас уровень локализации опухоли высокий или ещё что-то, у вас есть возможность сохранить не только прямую кишку, но и часть сигмовидной, рассмотрите для себя вопрос сохранения нижней бриджечной артерии. В таком случае проведите скелетизацию и пересеките левоободочные и все сигмовидные, которые там есть, с выходом на ту зону, которую вы будете пересекать. В таком случае, пожалуйста, вы абсолютно уверены в том, что у вас будет хорошо кровоснабжаемая культя. Но во всех остальных ситуациях лучше пересекать на уровне промонториума, не экспериментировать. Хотя мы знаем, что есть такие, их крайне мало, но я как-то видел всё-таки пару раз, я даже и однажды, помню, видел доклад, был посвящён ручному анастомозу при раке сигмовидной кишки. От бедности на самом деле в клинике не было аппаратов, и вот они показывали, что они извлекают наружу и пересекают. Но, соответственно, вопросов и дискуссий в отношении того, а какая же частота несостоятельности вот в этой ситуации. Поэтому вот примерно вот так это выглядит. Но если Алексей Михайлович имеет ещё какие-то дополнения, наверное, скажет. Но я думаю, что, наверное, так же вы считаете. Ну, значит, глобально чего-то другого нет. Да. Вот. Ну и дальше у нас следующий опрос. Пожалуйста, давайте запустим опрос, потому что действительно мы по времени уже заходим далеко. Вопрос касается мини-лапортамии для извлечения. Если есть необходимость продолжить это видео ещё покомментировать, вот буквально два слова, потому что здесь мы для того, что как раз это касается вопроса извлечения кишки, здесь для того, чтобы извлечь кишку, соответственно, нужно понимать, хватит ли длины извлекаемой кишки. В случае, если вы извлекаете кишку через паровом великальный доступ, то вот эту манипуляцию, которую я сейчас делаю, производить не обязательно. Вы просто пересекаете кишку дистально, извлекаете наружу, и все сосуды пересекаете снаружи. Но если вы хотите извлечь кишку через мини-фаннштейн, а на самом деле это, пожалуй, самый оптимальный мини-доступ, пожалуй, самый оптимальный, из всех существующих, то для этого вам нужно пересечь сигмовидные сосуды и левую ободочную, подготовить трансплантат для извлечения через мини-фанинштейн, но в то же время у вас есть возможность сразу же понять, хватит ли вам длины кишки на анастомоз, особенно если низкий анастомоз, при раке прямой кишки выполняется. Не здесь, конечно, как сигмовидные кишки. И вы сразу полностью делаете этот этап, и дальше вам остается только, соответственно, экстракоаппарат, не только пересечь самую кишку и уложить туда головку аппарата. Вот здесь, в общем-то, как раз-таки целью и было поставлено извлечение. Должен сказать, что я уже достаточно давно извлекаю препарат через мини-фанинштейн, и, как правило, в подавляющем большинстве случаев стараюсь кишку подготовить внутри, чтобы потом извлечь ее наружу. Вот здесь, собственно говоря, и происходит. Другое дело, что это может занять как-то, может быть, несколько больше времени. Вы потратите там 10 минут, еще 15 минут на эти манипуляции. Но зато у вас будет преимущество в виде того, что послеоперационные грыжи не разовьются. Как правило, из-за этого доступа нижнего надлобкового грыжа не развивается, и заживает он гораздо лучше. Вот, ну, немножко прокрутим вперед. Соответственно, дальше идет мобилизация кишки. Примерно мы определяем, не интрокорпорально, мы примерно определяем, где у нас будет максимальная граница резекции. С дистанем все понятно. Мы определяем, где будет максимальная. И идем к брыжейку. Вот, необязательно совершенно доходить прямо до кишки. Не обязательно пересекать краевую артерию. Можно ее пересечь снаружи и убедиться в кровоснабжении хорошем. Но пересечь основной грыжейки и сосуды, конечно, крайне необходимо сделать внутри, если препарат извлекается через мини-фэнштейн. Артем, Артем, у нас есть вопрос. Как Вы считаете, насколько важно промывание прямой кишки перед наложением степлера и прошиванием с точки зрения имплантации в шов опухолю в клеток из просвета кишки? Ну, наверное, этот вопрос относится тоже к вопросу таких вот стандартных шагов, при выполнении этих операций. Я считаю, что надо это делать. Я считаю, что это необходимо делать с разных позиций. И вот гипотеза с точки зрения того, что эксполиация у клеток происходит, и это может иметь место в последующем при развитии имплантационных рецидивов. Эта теория, она в любом случае существует. И есть работы, правда, откровенно признаюсь, давно не смотрел. Но в свое время были и мета-аналитические работы, которые показывали, что снижается частота местных рецидивов именно в культе при промывании, так называемом, вошауте. Мы должны понимать, что это очень важный момент. По аналогии могу сказать рак шейки матки, увеличение частоты рецидивов при выполнении лапароскопических верхеймов и других, так сказать, пивер-2, пивер-3 расширенных диссекций при раке шейки матки за счет того, что возникают рецидивы в культе. Одно из гипотез – это, соответственно, имплантационные рецидивы, которые обусловлены самой техникой операции, использованием клермона и других, соответственно, маточных манипуляторов и так далее. Поэтому об этом забывать нельзя. Промывать кишку нужно всегда. И потом еще с точки зрения как бы и асептики, антисептики тоже. Но это нужно делать правильно. Желательно для этого использовать, если есть, опять-таки, в клинике, использовать так называемые… Г-образные зажимы использовать не можем, но мы можем использовать клипсы. Выпускает их одна из производителей, которая зарегистрирована в нашей стране. Это очень удобно. 60-мм клипса. Вы ее кладете дистальной на кишку, там, где собирается пересекать. Выше под ней вы промываете, а выше уже пересекаете непосредственно кишку. То есть если у вас есть возможность использовать такие клипсы, то их надо использовать. Если клипс нет, то промывать все равно необходимо в каждом конкретном случае. В каждом конкретном случае. Есть ли еще вопросы или можем дальше двигаться к опроснику? Пока вопросов нет. Вот. В данном случае завершилось пересечение кишки. И здесь у этого конкретного пациента также была… Опухоль была извлечена, препарат был извлечен через минифоненштейн. Здесь просто этот этап вырезан. И, соответственно, вопрос нашей аудитории. Уважаемые коллеги, сейчас мы вывесим опросник. Какой вид минилопортомии вы используете в своей клинической практике? Василий, можно нам вывести опросник на экран? А, мне надо остановить. Нет, все видно. Отлично. Я как раз сейчас покажу наш вариант, поскольку у меня, в отличие от вас, есть записи экстракоправильных этапов. Я специально попросил ребят сделать это для сегодняшнего вебинара. Так, сейчас мы тогда… Опрос у нас уже начался. Сейчас мы его завершим и, соответственно, включим видео. Так, это у нас про анастомозы. Опросник. А мне кажется, у нас уже был про анастомозы. А, нет, у нас был ручной аппаратной, да. Интракорпоральная, экстракорпоральная. Вот, к вопросу экстракорпорального формирования анастомоза. Пять человек, 31%. Это как раз-таки в тему нашей дискуссии о том, что извлекается кишка наружу и, соответственно, формируется… Ну, в общем-то, он перекликается с предыдущими вопросами по способу формирования анастомоза. Ну, как правило, если кишка извлекается наружу, то формируется ручной анастомоз. Можно, конечно, сделать аппаратный, экстракорпорально. Но, давайте, мы сейчас встаем. У нас на часах 13.10. Мы работаем… Или хотите включить видео, да. Не то, что бы хочу, но надо понимать, что… Двигаемся дальше. Потому что я… Это у нас завершен. Давайте, Алексей Михайлович. Включай видео, а дальше у нас будет по видам минилопаратомии. Сейчас, одну секунду. Вот таким образом, да. Я просто еще не очень хорошо владею, поэтому не сразу удается все сделать. Ничего, Алексей Михайлович, включай. Ничего, ничего, Арсенович. Сейчас я найду тот экран. Где, в каком я экране. Так много экранов, что сейчас я не могу найти себя. Где мы тут? Сначала включаешь видео, а потом уже… Нет, я потерял экран конференции. Вот о чем идет речь. Я не могу вернуть сейчас в нашу конференцию. Алексей Михайлович, вы с нами. Мы вас видим прекрасно. Я понимаю, только я не вижу… Да нет, Игорь, тут вообще. У меня нет Windows, а я с Apple работаю. Да я вот сейчас смотрю ошибки, контент. На самом верху есть мелкие значки, там есть Zoom, если у тебя Mac. У меня Mac. Где найти Zoom? Наверх. Верхний правый угол, вот где много значков разных, вот там среди них найди Zoom. Нет у меня здесь. Ничего себе, вернуться не могу, ребят. А, вот Zoom, все, нашел, ничего себе. Ладно, да, нашел, извините, ребят. Вот, собственно говоря, это видео, которое монтировали наши ребята. Я просил, это резекция вины кишки. Видите, мы выполняем поперечную мини-лапаротомию. В том зоне, где стоял порт для… ассистентский порт. Просекаем кожу под кожную жировую клетчатку и выходим на передний листок влагалища прямой мышцы живота. Захватываем микуличем, это удобно, захватить микуличем этот листок. И рассекаем его, открывая прямую мышцу живота. Это тоже работает Алексей Сергеевич Петров, помогает ему Лидия Ленина Панайоте и, по-моему, Тимур Ланков наш, я надеюсь, эсперант в ближайшее время. Чуть-чуть типоруем фасту для того, чтобы была более-более мобильная кишка. Используем инструмент. Это для Джонсона специальный этап. Вот видите, мы пересекли пневроз гармоником, очень хорошо работает. Можно сейчас пообсуждать преимущество гармоника и монополярного аппарата перед пересечением влагалища прямой мышцы живота, но я думаю, что это будет примерно такое же обсуждение, как и все остальное. Рассекаем заднюю, сдвигаем мышцу медиально, засекаем заднюю и получаем доступ в брюшную полость. Устанавливаем лунтэдж протектор. Очень удобная эта штучка, тоже она недорогая. Удобно работать. Далее подаем кишку и вот такими поступательными движениями на улице достаем препарат. Что дает эта мини-лабортомия? Во-первых, зашивание, прокомментирую, здесь грыж практически, ну, быть теоретически даже не может. Высокое расположение доступа позволяет не думать о длине кишки. Мы ее всегда, в принципе, в 100% в случае можем вытянуть как угодно долго. И на удивление очень хороший косметический эффект. Конечно, если нужно спрятать рубец вообще, то это мини-фанештиль, это лидер, не всякого сомнения. Что касается отступов, всегда только линейка, никаких на глаз, никаких примерно. Мой палец там столько-то сантиметров, а этот палец столько-то сантиметров. Линейка есть в каждой операционной. Линейкой отмерили, полинейкой отрезали. Не менее 10 сантиметров вот тут должен быть. Далее, прямой метод оценки кровоснабжения. Подсекаем один из сосудов. Мы называем этот режим ICG-RED. Подсекание красного. Дальше кисетник используем. Кисетник, кстати, тоже производства Джонсон и Джонсон, но очень удобный. Формирование кисетного шва. Далее заводится ангел. То есть все, в общем-то, стандартно, традиционно, как и в грибе. Я думаю, что вот этот арт точно вряд ли будет отличаться. И вот сейчас, когда затянем швы, обратите внимание, что мы стараемся брыжейку чистить минимально. Лучше пусть останется жира на кишке, чем мы ее обрежем вообще. Вот поэтому буквально только то, что явно попадает в шов, поскольку кровоснабжение – это ключ. Видите, брыжейка практически в плотную прилежит. Дальше мы бросаем это все в живот, убираем протектор. И вот почему я говорю о том, что удобный разрез? Потому что мы берем ПДС-петлю. Вот это заднее влагалище, задний листок влагалища прямой мышцы живота. Ушивается он непрерывным объемным швом ПДС-петевой. Далее мышца отпускается крючком, мышца ложится на свое место. И мы продолжаем этот шов, ушивая переднюю историю. Получается такой бутерброд. Ушитая задняя стенка, мышца, ушитая передняя стенка. Ну, грыж, пока мы здесь… Кстати, не буду говорить там, бывало-не бывало. У нас есть, слава богу, регистр. Я просто не подготовился, но могу точно сказать цифру. Очень удобный дотик. Дальше уходим на прибой, на передний листок. Вот сейчас потерпите две минуты, здесь довольно быстрое видео. Здесь тоже всякие вот эти мелочи хочу обратить внимание ваше. Это одна и та же нитка используется, да? Это одна и та же нитка. И вот в самом конце, вот когда последний шов мы положили, мы завязываем узел. Учитывая то, что это ПДС-петля, там недостаточно двух узлов, там нужно вязать узлов много. Получается такая вот колбаска из узлов. И раньше у нас была история, когда эти колбаски в виде свеча выглядывали, мы там искусывали. Так вот этот вот шов, вот этот именно, да? Когда срезали одну нитку, дальше как бы продергиваем в ткань, и он прячется. И у больных не вызывает никаких неприятных ощущений. Не знаю, тот статус с этим нет, мы столкнулись, вот таким образом решили. То есть у пациентов его можно пропальпировать? А вот при таком не пропальпируешь, если спрятать. И вот, собственно говоря, последний вот этот внутрикожный шов, вот таким образом выглядит наш доступ при извлечении препаратов. Ну что ж, интересно, вот такой вопрос. Ну, вы сказали, частоту рецидивов не анализировали, да? Нет, частоту грыж. Частоту грыж анализировали. Я просто не помню цифру, а сейчас взять из головы, сказать, что какую-то маленькую назвать. Ну, что-то около минус 5%. Минус. Минус, конечно. Ну что ж, хорошо. Так, ну и у нас, коллеги, мы все-таки завершаем наше мероприятие. Все хорошее когда-то должно заканчиваться. И у нас вот есть еще один опросник в отношении того, что наложили аппаратный анастомоз. Нужно ли этот анастомоз укреплять? Вот, и, пожалуйста, я попрошу Василия сейчас этот опросник подготовить. Нужно ли этот анастомоз укреплять для того, чтобы как-то сделать его более надежным. Это мы уже проходили. Да, вот это. Укрепление анастомоза ручного шва. Да, уважаемые коллеги, кто это выполняет в своей практике рутинно? Так, одна треть хирургов у нас выполняет это рутинно, почти одна треть. 70% у нас этого не делают. Так, чуть-чуть соотношение сдвигается. 65, 33, 67. Ну, в общем, получилось такое распределение достаточно четкое. Одна треть хирургов укрепляет, две трети хирургов не укрепляет. Ну, что ж. А вы расстройство укрепляете? Я, да, я укрепляю. Я укрепляю, и с какого-то времени я делаю это всегда. А в целом, голосование закончилось, да, можем завершать. Объявным вокруг или узловым? Нет, нет, я сейчас хочу показать как раз фрагмент видео. Ну, один из которых я удалось там быстренько найти. Сейчас, секунду, мы его включим. Так, как мне сделать, чтобы он был на весь экран? Вот так, наверное. Ну, в целом мы знаем, что производители не рекомендуют укреплять этот аностомоз. Считается, что аппаратный аностомоз достаточно надежный. Тем более, что сейчас еще некоторыми производителями вообще позиционируется трехрядный аппаратный циркулярный аностомоз. Считается, что это достаточно надежно и нет необходимости этого делать. Но все мы, анализируя частоту несостоятельности аностомоза, неважно, циркулярный это аностомоз, либо это бок-в-бок аппаратный, дельта шейф и так далее, мы как бы знаем, и это описано в литературе, что все-таки есть определенные слабые места в аностомозах. Если говорить о бок-в-бок аностомозах, то это дипкорнер сьюча, вот, предположим. Если говорить о циркулярных аностомозах, то это аностомозы, соответственно, там, где пересекается циркулярный и продольный шов. Кто-то считает, что уши, вот так называемые то, о чем мы говорим, нужно обязательно всегда погружать, и это тоже в какой-то мере можно, наверное, отнести к укреплению. Но иногда, когда возникают ситуации, в моей практике это было пару раз, я абсолютно не навязываю свою точку зрения, просто исхожу из своих собственных определенных каких-то данных, там, опыта клиники и так далее, когда при абсолютно нормальном техническом исполнении операции, наложении аностомоза при раке сигновения кишки у молодых людей без мультифокального атеросклероза, без выраженных каких-то заболеваний сопутствующих, возникли несостоятельности аностомоза. Два клинических примера. И, соответственно, так, нет, не здесь, извините, коллеги, сейчас я запущу другое видео. Вот, это не здесь. Асен, чтобы на видео не было клипациентов, потому что это очень важно, здесь юридически. Да, да, но, как правило, нет, там, может быть, где-то случайно выскочил. Значит, соответственно, вот эти вот примеры, когда на ровном месте возникает несостоятельность, конечно, их можно отнести к тому, что попался дефектный аностомоз, что там случилась какая-то там аппаратная какая-то ошибка, еще что-то, безусловно. Но укрепление аностомоза, с другой стороны, оно, кроме того, что прибавляет вам 10, 5 или, там, 15 минут, в зависимости от мануальных навыков удлинения операции, в общем-то, ничего плохого себе не несет. Есть работы, в которых вообще в целом показывается, и мы знаем, такая работа, одна из таких работ тоже есть из Италии, которая… Извините, ты сейчас не ищешь или просто говоришься? Нет, я ищу параллельно, вот, в которой сравнивалось, соответственно, укрепление швов с неукреплением швов. И они показали, что есть очень хорошие тенденции к тому, что вы лучше форсировать, укреплять, и это действительно уменьшает частоту несостоятельности аностомоза. Ну, здесь, опять-таки, наверное, играет много факторов роль, в том числе и как это делать, и какие швы накладывать, и так далее. Когда аностомоз циркулярный, он находится в доступности, и вы можете до него дотянуться. Мы не говорим про ТМА, мы не говорим про низкие резекции, когда в глубине таза это технически сделать невозможно. Но когда это возможно сделать здесь, мой личный опыт, я укрепляю переднюю стенку. Я не обшиваю кишку полностью циркулярно, спереди и сзади, считаю это излишним. Я накладываю два шва, иногда даже один, на переднюю стенку. Вопрос, что как-то так избирательно, да? Там, где удобно шить, я прошью, а где неудобно шить, я не прошью. И это улучшает результат? Нет, 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 я сейчас дальше поясню, вы немножко опередили. Значит, соответственно, место для прошивания – это пересечение циркулярного и линейного аппаратных швов. То место, которое считается наиболее все-таки уязвимым с точки зрения несостоятельности. И иногда это может быть один шок, иногда может быть два. Делать, скелетизировать анастомоз, вытягивать его, натягивать с тем, чтобы прошить заднюю полуокружность, вообще не считая необходимым, считаю, что наоборот это может способствовать несостоятельности, потому что излишней тракции, и технически это сложно, и, наверное, это и не нужно. Я все время в этих вещах хочу предупредить, что все то, о чем сейчас говорит Арсен Асманович, это чрезвычайно важно, но надо понимать, что это вещь без обид сейчас, я сейчас не троллю, это вещь бездоказательная, это частное мнение, это то, что мы с Георгой Васильевичем называем чуйкой. Вот не могу объяснить, вдруг решил прошить. Да, я с самого начала сказал, что я никому не навязываю свое мнение, это мое мнение, с учетом моего опыта и, так сказать, моих данных. Поэтому я показываю, как делаю я, и я считаю, что это действительно дает некий элемент безопасности, но не настаиваю на этом абсолютно. То есть доступно, а завтра бац, а найдут другие. Поэтому тут знаешь, как бы… Кроме того, это, естественно, требует там навыков, если, предположим, это сделать технически сложно. А у вас анастомоз влет хорошо, хорошее кровоснабжение, нет натяжения, ну, конечно, это делать необязательно совершенно. Но еще раз я говорю именно о своем опыте, что и как я это делаю. Вы знаете, есть раздел такой секции, да, ауайдует. Вот примерно об этом мы сейчас и говорим. Мы сейчас и говорим. И виды швов укрепляющих, они тоже могут быть разными. Можно погружать таким образом, чтобы механический шов уходил внутрь, а вы над ним прошивали. Но можно делать и просто прошивание через механические швы, просто через них не погружая. Я больше шимизирую стенку кишки, нежели ее герметизирую. Ну вот, Алексей Михайлович, это впечатление, понимаете, ваше. А, да, я перепутал опыт с впечатлениями. Это впечатление, да. Клиническая практика показывает. Вот опять-таки я привожу свой собственный опыт. У меня нет, я всегда опасаюсь таких однозначных суждений, но я говорю именно о собственном опыте. У меня нет ни одной несостоятельности с того времени, как я начал подкреплять швов. Вот если бы они случались, я бы от этого отказался. Но у них нет. А у нас две недели вперед не будет. Что? А у нас не просто нет, у нас еще две недели. У вас минус 5% рецидива, поэтому у вас может быть не так. У нас есть вопрос в чате от Антона Тура. Заводите ли трансфональную газоотводную трубку? Да, спасибо, Антон. Да, завожу. Я об этом тоже говорю и тоже считаю, что это такая весьма полезная вещь, которая уменьшает компрессию в просвете прямой кишки и в зоне анастомоза непосредственно. На 2-3 дня, да. Плюс, опять-таки, это не только личный опыт, это и литературные данные, которые говорят о том, что это уменьшает, действительно уменьшает, ну вот там по разным источникам, по-разному, но действительно способствует снижению частоты несостоятельности анастомоза. Как мы знаем, один из факторов – это внутрикишечное давление в том числе. Если у пациента порез в послеоперационном периоде достаточно долгий, это тоже может способствовать несостоятельности анастомоза. Поэтому, чтобы ликвидировать этот фактор, транссональное дренирование в просвет кишки на 2-3 дня, когда перистальтика восстановилась, и она уже активная, трубочка удаляется, и, соответственно, пациент… Пришивается эту трубку на 2-3 дня? Да. Мы её пришиваем к ягодичной области до восстановления перистальтики. У кого держим 2 дня, у кого 3, у кого вообще сутки. Бывает, но пациенты достаточно быстро восстанавливаются. И, кроме того, я перестал делать водно-воздушную пробу, соответственно, bubble test. Тоже оцениваю только края колец. Если кольца целые, то bubble test не делаю, не вижу в нём необходимости в целом вообще. То есть, наоборот, давление на эти только что сформированные швы, повышенное, оно может нести в себя отрицательное значение. Поэтому, если кольца целые, не делаю. Если есть сомнения в целостности колец, тогда обязательно, чтобы убедиться, что анастомоз герметичен. И уже дополнительное прошивание, возможно, даже стома. Всё зависит от конкретной ситуации. Но в рутине обычной нет. Примерно так. Ну, коллеги, я тогда завершаю это видео. В принципе, здесь уже как бы всё у нас закончилось. Должен сказать, что мы, по моему, так сказать, примерному такому брифу обсудили всё, Алексей Михайлович, моменты, которые мы хотели обсудить. Регламент мы превысили. Поэтому сейчас, в целом, имеем полное право завершать наш первый вебинар и, соответственно, ну, как-то, наверное, финализировать и подытожить коллеги. Алексей Михайлович, пожалуйста. Программ, у нас есть ещё вопросы. Давайте ответим и будем. От Ивана Кулиды вопрос. Поскажите, вы на 2D или на 3D стойках оперируете? Хороший вопрос, Иван. Должен сказать, что лично моё мнение, что, вот, предположим, 99,9% операций можно делать на 2D стойках и, в принципе, с таким же комфортом, как и на 3D. Единственное, когда 3D имеет огромное неоспоримое преимущество, это методики, которые формируются интрокорпоральным швом, которые сопровождают сформирование интрокорпорального шва. Вот когда вы накладываете интрокорпоральные швы и вы вынуждены много шить в брюшной полости, 3D визуализация, она даёт неоспоримое преимущество, сумасшедшее просто. Намного облегчает процесс шитья, потому что 2D часто бывает так, что хирург уже утомился, ассистемты утомились, и промахивание происходит, там, иглодержатели, миглы. Соответственно, вот эти вот измерения пространственные, они немножко страдают. Вы достаточно долго можете это делать. А вот если есть 3D-камера, то, конечно, облегчает здоровый процесс. Если позволите, насчёт прекращает играть не знаю. Если позволите, я буквально бриф, но очень коротко. Работаем на 2D, преимуществ 3D не видим. Бабл-тест используем, дополнительные швы не накладываем, ничего к ягодичной области не пришиваем. После дабл-теста, который мы делаем, оставляем эту трубочку в прямой кишке, чтобы газ ушёл. При перекладывании со стола эта трубочка самостоятельно удаляется. Очень коротко, потому что это тоже из-за того самого времени. Вот сейчас этап формирования астамоза. Если есть возможность, если кишка длинна, мы стараемся выкалываться на переднюю стенку, чтобы избежать прохождения через швы. В данном случае мы шьём всё-таки длины, видите, не хватает. На переднюю стенку здесь не выкалываться, поэтому мы выкалываемся в линию степленного шва. Если есть возможность, стараемся выкалываться через ухо, точно так же, как делал Арсен Асманович. Ничего нового здесь я вам не покажу. И единственное, хочу показать приём. У многих хирургов, насколько я знаю, возникают сложности пристыковки. Кто-то даже Анвил Граспер использует, кто-то за железную эту штуку Анвила берёт, чтобы насадить. Мы используем приём, который мы называем, называется он «толкнуть в попку». Что имеется в виду, сейчас покажу. Вот вы выкололи аппарат. Вот я говорю, что в угол стараемся уйти. И вот сейчас что нужно сделать? Насадили головку, буквально наживили. А дальше, видите, назад оттянули и толкнули в попку. Толкнули в головку. И он насаживается моментально. Никаких конвергаспоров не надо, ничего больше делать не нужно. Ну вот, собственно говоря, формирование анастомоза. Я дальше, наверное, не буду показывать. Вот такой вопрос, Алексей Михайлович. Вы преднамеренно делаете, чтобы было только одно ухо? Или здесь так получилось? Я как раз заострил внимание, что если есть возможность, мы стараемся сделать одно ухо. А вообще, если вот чуть больше была бы кишка, мы бы прокололись не в степленную линию, а на переднюю линию бы выкололись, чтобы дабл степлер анастомоз не использовать. То есть, по сути, как бы в бок, получается, вы бы выполнили? По сути, да, по сути, да, в бок, да. Мы таким образом уходим от соприкосновения двух линий степленного шва. А вас не пугает, что в таком случае может образоваться тонкая полоска кишечной стенки между циркулярным швом и поперечным швом? Именно поэтому не хватает длины. Поэтому если длины хватает, и мы можем как минимум полтора сантиметра, а лучше два оставить, вот тогда на переднюю стенку. А вот узкая полоска очень смущает, и в таком случае мы бьем, как сейчас, стараясь сделать одно ухо. Вот бабл-тест, после бабл-теста, причем бабл-тест у нас тоже не пугается. У нас манометр там стоит, там это все протоколируется. Не просто дуем, а там накачивается, циферки это все протоколируются, записываются. В общем, у нас свое исследование идет по этому поводу. Вот. И вот здесь, если бабл-тест есть пузырение, тогда да, тогда ушиваем, вплоть до высыва эндоскопистов и склипируем изнутри. Но и трубку вот эту вот, я считаю, что, ну вообще периональная зона это такая, это же зона очень болезненная. И когда мы, если мы говорим о фастах протоколе, на хас-рекавери протоколе, о ранней выписке, ну что-то там пришито к попе, ну оно мало ратует, кого бы то ни было, поэтому мы стараемся от пришиваний уйти. Ничего страшного, пару дней походит, зато выпшит. Если пальцы между кирпичами не ставят, то не больно. Но у нас-то ничего не болит, у них болит. Мой учитель... Если это влияет на частоту несоставительность на столмозах, то... Мой первый учитель мне говорил, Леш, запомни, больной не может оценить то, что ты сделал у него внутри. Он этого не видел, не знает и никогда не увидит. Он тебя будет оценивать по трем параметрам. Первое, нахамил ты ему или не нахамил. Второе, было ему больно или не было больно. И третье, красивый ли у него шопчик на коже. И как бы мы ни говорили о несостоятельности, о безрецидивной уживаемости и еще о чем-то, то, что мы делаем внутри, лежит полностью на нашей хирургической совести. А вот то, что позволяет нам пить чай не пустой, а добавлять туда сахар, это вежливое обращение с пациентами, красивые внутрикожные швы и отсутствие торчащих, пришитых к попе трубок. Особенно трубок в попе. Ну что ж. Уважаемые преподаватели, у нас есть еще один вопрос. Антон Тур задает, не пробуете ли загрузить ухо культи при таком обшивании? Это был вопрос от видео Арсена Османовича. Да, я вот хочу пояснить, что раньше мы делали так и погружали непосредственно таким полуобъемным или П-образным швом, это культюм, внутрь, с захватом именно уха с одной стороны, с другой стороны, максимальной стороны, значит, кишечной стенки, таким достаточно широким швом, при котором это ухо погружалось внутрь. Делали. Но отошел от этого. Не считаю, что это необходимо. Считаю сейчас, что достаточно прошивать просто под швами, под механическими, для того, чтобы его укрепить. Погружение не дает никакого преимущества. Опять-таки, гипотезы мои, то есть мой опыт, не навязывая, не говорю, что это нужно делать, доказательных данных нет. Просто знаю, что хирурги, в том числе и азиатские хирурги, многие, они используют такой прием, как прошивание через механический шв. к которому мы всегда раньше относились с некоторым подозрением. Считали, что это ненадежно, что это может привести к кишемизации и так далее. Как оказывается, не приводит. И многие восточные хирурги это используют. Я тоже это использую. И тоже, пока не вижу никаких проблем, стремиться специально, чтобы именно погрузить это ухо, тоже не вижу необходимости. Ну, конечно, для того, чтобы говорить аргументированно, нужно проводить исследование. Трудно согласиться. Я говорю, как восточный хирург. А ты что, западный хирург, что ли? Ну, и восточный хирург, восточный использующий. Все нормально. Я к чему просто сейчас говорю, что мы, как любые люди, мы находимся в плену каких-то убеждений и догм, которые на нас так научили. Мы это впитали, как я уже на одном вебинаре сказал, и засмеялся, что звучит глупо, с молоком учителя. Вот как шеф наш сказал, так мы и делаем. Ну, так оно и есть. Я к чему говорю, что мы не можем, к сожалению, провести исследование на все темы. Мы тоже прошли путь от ушевания ушей, до оставления их в покое. Как правило, это знаете, как сформирование на стомозе или трансфер наружного. Шьешь вручную до первой нестоятельности, после этого переходишь на механический шов. Шьешь, 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 шьешь в механическе до первой нестоятельности. Опять возвращается к ручному. И так мы все как по кругу, как белка в колесе, крутимся. Но вот мы сейчас, мы долго говорим о регистре. Поверьте, мы не остановили работу, мы делаем, мы сделаем его максимально удобным для хирургов. И как только у нас появится не только опыт, а регистр, мы все, память человеческая устроена таким образом, что мы помним хорошее, плохое мы забываем. Это не потому, что мы особенности, это психология человеческая. Если вы начнете вспоминать, что у вас было раньше, вы вспомните приятных моментов намного больше, чем негатива какого-то. Это нормально, иначе мы долго не жили. Также и свои ошибки. Мы где-то эти помним, что-то яркое остается, но большинство несостоятельности мы забываем. А вот удачи, пациент, который вдруг там живет 20 лет, хотя по нашим представлениям должен был помереть, особенно если он поздравляет с праздниками, этих мы помним. Поэтому вот когда будет регистр, и когда мы будем с вами говорить не просто на основании опыта, что вот Арсен Асманович такой-то опыт, а у меня такой-то опыт, а у вас такой-то опыт. Опыт – это то, что нельзя потрогать, его нельзя в цифру положить. А вот если будет регистр, который вы будете вести, или ваши там сотрудники будут вести, и вот Арсен Асманович говорит, я гружу ухо, а я говорю, я, допустим, не гружу ухо, а давай-ка в регистр залезем. И Арсен Асманович говорит, слушай, вот я погрузил там 300 операций, вот у меня они стали эти 5. А я говорю, слушай, а я 300 не грузил, а у меня они стали эти 8. И пусть это будет не доказательные данные, но это уже какая-то цифра. Потому что в настоящий момент вот хирурги слушают нас, у кого-то, я больше чем уверен, что из тех, кто служит, есть опыт даже побольше нашего. Может быть, просто не так пиарятся, не так активно в социальных сетях или еще где-то. Но нам очень важно знать обратную данную. То, о чем я говорил. Наша работа с КТ-специалистами, с морфологами. И самое главное, что мы заставляем работать всех, кроме себя. А здесь нужно немножко напрячься, сделать небольшую работу, связанную с заполнением регистра, с тем, чтобы потом, это игра в долгу, через год, через два, через три, были цифры, которые мы могли обсуждать. Поэтому я, как только мы сделаем регистры рабочим, мы его скажем, присоединяйтесь. Если даже это будет не наш регист, неважно, сделайте свой, чтобы вы знали цифры, если вы хотите двигаться вперед. Пока вы не будете знать истинное положение вещей, вот Арсен спросил о грыжах, там, я не знаю, о грыжах, о свещах, о несостоятельности, о рецидивах. Пока своих цифр не будет, ну, будем говорить, а вот я опытнее, а я лучше, а у меня там толще. Ну, все как всегда. Все будет ходить по кругу. Ребят, ну, как бы то ни было, мы вышли за все пределы, и я считал, что наша задача максимально разобрать подробные этапы. На мой взгляд, не очень сегодня получилось. Мы обсудим еще сейчас после вебинара с организаторами, с Арсеном, что изменить. Но я очень бы хотел, чтобы все-таки вот хирургическое сообщество присылало видео, чтобы мы могли пусть даже какие-то этапы разбирать. Но наша задача, на мой взгляд, сконцентрироваться на каких-то деталях, но эти детали обсудить так, чтобы консенсус был какой-то или наоборот обнажилась какая-то проблема яркая. Но детали. Вот выход на артерию, вот 3 часа можно потратить на выход на артерию, показав несколько видео, и разобрать его так, чтобы он в голове уложился. Вот в этом, как я вижу, наше отличие от других вебинаров и то, что может быть очень полезно. Если у вас есть какие-то пожелания, пожалуйста, присылайте вот на Алине, там есть Алиной Телновой электронной почтой, наша почта есть, присылайте, пожалуйста, я вас уверяю, что мы это обсудим, прислушаемся. Наша задача подстроиться под вас и сделать эти вебинары максимально полезными вам. Хотя, конечно, когда я вижу тут и Алину, и Юлю, и Олю, мне это безумно приятно, Даша, ну Арсен, понятно всегда, мы друг друга всегда с удовольствием видим, но хотелось бы, чтобы и с вами тоже мы вот так максимально активно работали. Это, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Всем хорошего дня, вот сейчас, может, Арсен Асманович что-то скажет. Я хочу поблагодарить наших коллег, которые сегодня реально задавали такие вопросы и комментарии, прям вот то, что в настоящей клинической практике происходит. Коллеги, на самом деле, именно поэтому и здесь с Алексеем Михайловичем для того, чтобы обсуждать все эти моменты. Наверное, мы все равно не придем к какому-то единому консенсусу, но максимально добиться мы сможем. Вот именно такого на основании опыта не только лично, нас, моего, его, других наших коллег, на основании вашего опыта. То есть, если мы будем анализировать каждый свой опыт и при этом приходить к каким-то единым решениям, вот это самое то, к чему мы стремимся. Для того, чтобы избегать ненужных ошибок, наверное, и по возможности делать так, как было бы безопасно и лучше для всех. В целом, мы старались, это у нас первый вебинар, дальше будет еще несколько вебинаров, поэтому, если с вашей стороны будут видео, то, что Алексей Михайлович сказал, и, соответственно, будут какие-то моменты и вопросы, мы с удовольствием их обсудим, с удовольствием поговорим про ваши варианты лечения, но в то же время выскажем и свою точку зрения. И у нас о том, что когда у нас будет следующий проходить вебинар, будет информация об этом официальная, соответственно, готовьтесь, приходите, очень ждем, всем всего хорошего. Алексей Михайлович, открывай. Последний вопрос, что пьет Расул Османович Алексей Михайлович? Ну, я пью квас Лицкий, это город Лида в Беларуси, где родился, я его пью, что Ассанатич не знаю. Ну, я не могу показать, потому что выгляделица. Вебинар пишет Евгений, город 306 спросил о том, что мы пьем, и спасибо, было интересно. И если у кого-то сейчас есть вопрос или желание подключиться, любой комментарий, у нас есть буквально пару минут, чтобы вы это сделали, мы с удовольствием выслушаем жалобы, заявления, предложения, угрозы. В общем, все, что у вас накопилось, выливайте. Ждем. У меня тут последние несколько вопросов, они просто почему-то не появляются в чате. Вот только то, что было до этого. Тогда, может быть, Алина, вы возьмете в руки управление дальше, как модератор? Мы заканчиваем, прощаемся. Что мы делаем? Потому что у меня сейчас очень большая задача, я почему спешу, я же еду на дачу к профессору Берли у Игоря Викторовича. У меня здесь задача, мне нужно туда привезти барана, потому что сегодня мы будем его запекать в печи, завтра, а сегодня ему нужно шпиговать минеральной водой, замариновать, подготовить, чтобы завтра мы могли это дело все сделать. Алексей Михайлович, без вас все равно не начнут баран-то у вас? Баран еще не у меня, мне его еще надо забрать. Тем более, все равно. Юль, я вам спешу геолокацию, это будет завтра, вы успеете. Хорошо. У нас последний комментарий от Ивана Кулиды, он благодарит за опознавательный вебинар, поздравляет вас, Алексей Михайлович, с прошедшим днем рождения. Я думаю, что если никто не против, на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний вебинар. Алексей Михайлович, Арсен Масманович, просим вас подключиться по другой ссылке для короткого обсуждения. Всем огромное спасибо. Я надеюсь, что вам понравилось и было полезно. Спасибо. Спасибо, хорошего дня. До свидания. Счастливо.